Да, я включил, люди просили записывать, да, те, кто не смогут зайти, я включил запись, чтобы у нас была запись, потому что мы будем, что я имею в виду, мы будем останавливаться на некоторые главы, и это может быть 3, 4, 5 уроков. Их 16 глав, если умножить на 5, то у нас получится 3-4 месяца, мы будем проходить, поэтому, может быть, делать, если вы будете осваивать материал, я буду давать, допустим, по 2 урока в день, а потом мы на Zoom будем разбирать, то есть в понедельник, например, 2 урока, в среду тоже 2 урока, а потом мы будем обсуждать это. Хорошо, давайте по очереди, я просто сказал свои мысли вслух, а теперь по очереди, кто там у нас, Светлана, вы подняли руку, я даю вам возможность включиться, включите свой микрофон, можете видео включить, чтобы мы вас видели, вы подняли руку. Да, Светлана, я уже вас включил. Просто записано, Светлана, да, желательно, чтобы вы писали, как я, видите, я записан, пастор Виктор Томик, хотя просто Виктор было бы достаточно, но чтобы вы понимали, что это я. Светлана, здесь, видимо, не одна Светлана, поэтому вы не понимаете, что я вас включил, но вы у себя включите звук и говорите. Хорошо, идем дальше. Светлана не реагирует, Елена Диидич, по-моему, да, если правильно прочитал. Я вас прошу, включите свой микрофон. Вы тоже, у вас не получается, либо у нас настройки такие. Елена, у вас тоже не получается. Хорошо. Кто там следующий? Давайте посмотрим. Людмила. Давайте вас. Не знаю, какая Людмила, но я Людмила. Людмила включилась, да. Да, да. Добрый вечер. Я очень благодарна за эту школу. Я немножко послушала вас. Вы на воскресном служении, там говорили по римлянам, да? И у меня уже мозги перевернулись как-то. У меня сразу, как это раз, по-другому как-то смотреть стало даже на сына. Ну, я думаю, я очень хотела бы поучиться в этой школе, чтобы эти мозги перевернулись полностью на правильный... Как слово говорит, как оно на самом деле есть. Спасибо вам большое за эту школу. Я с ожиданием, с таким вот предвкушением, что что-то начнет меняться. Хотя я тоже давно уже в Боге. Поэтому спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Если есть какие-то предложения, если есть какие-то вопросы, задавайте их. Мне важно, потому что у нас немного времени. И хотелось бы, чтобы именно это Zoom, это для обратной связи. Чтобы вас видеть и слышать, и чтобы знать, как дальше вести. Скажу вам, что дальше будет намного интереснее. Но если вы первый урок не прошли и не освоили этот материал, и отнеслись к этому просто так, между прочим, тогда вы ничего не поймете. Поэтому очень важно, чтобы вы поняли, что такое контекст, чтобы вы поняли, что мы читаем без глав и без стихов. Мы читаем просто письмо, тогда мы больше можем понять контекст. И мы читаем послание, которое адресовано нам, и мы не имеем других писаний. Вот только тогда мы начнем копать и вникать, что же имеют в виду. А так все привыкли толковать это писание другими просто посланиями, как будто бы их было вот так, а галерея у римлянам, все писания, и они сверяли. Это все невежество, которое извратило практически текст описания. Хорошо, друзья, я очень рад, что у нас что-то получается. Так, Людмила, не знаю, просил вас, у вас не получается. Наталья Николова, я вас попрошу включиться. Только почему-то я вас не вижу. Не знаю, по какой причине вы не выходите. Да, вот я вижу вас, Наталья. Наталья. Да, я включу вас. Здравствуйте. Да, вас слышно, но не видно. Если можете включить видео, еще лучше. Если нет... Виноградово привет. Да, слышно вас, Наталья. Слышно? Да. Спасибо, значит, мы с вами уже. Только я не знаю, как включиться, чтобы видно было. Хорошо, ничего страшного. Ну, фотографии есть уже хорошо. Слава Господу. Да, слушаю вас, Наталья. Все было доступно настолько, что, я думаю, лучше не скажешь. Спасибо за эту школу. Давно хотелось разбираться именно в римлянах, потому что, как я поняла, римлянные – это доктрина Нового Завета, поэтому будем учиться дальше с удовольствием. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, Наталья. Хорошо, идем дальше. Дмитрий Баев, если я правильно читаю, то я вас включаю. Или Дмитрий Баев, не знаю, как. Дмитрий Баев. Да, я вас включил. Да, спасибо. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Пока не было звука у меня. Я из Болгарии, из города Бургаса. Вы из Болгарии? О, слава Богу. Вы из Болгарии и знаете русский язык. Ну, ладно, я там в Украине был, я выучил его. Был в Украине, забыл. Там учился пять лет потом. Забыл. Сейчас снова, в следующую проповеди. Получается, через проповеди вы учите русский язык. Вау. Мне бы так английский выучить. Да. Хорошо, я слушаю вас. Я попытался включить звук. У меня пока нет никаких вопросов. Здесь мы выключили звук для всех, потому что ссылка, мы чего боялись, потому что ссылка общедоступная. Разные люди могут заходить. Могут, если у всех будет возможность включить свой звук, это будет, если вот сейчас у нас 223 человека, 224. Если все включат микрофоны, будет здесь шуметь, будеть и вообще ничего не получится. Поэтому, если я попробовал настроить, это чтобы я вас включал по очереди, чтобы мы могли разобраться. Иначе это будет очень серьезно. Ну, это как в послании Каримфина, Павел говорил, говорите двое или трое, и то по одному. А тут, когда все включатся, будет вообще... Хорошо, спасибо. Значит, микрофон включаю я, вы не можете сами включить микрофон. Спасибо большое, Дмитрий. Идем дальше. Марина, просто Марина написано. Я вас включаю. Да, в порядке очереди, у кого есть вопросы или что-то хочет сказать, поднимайте руку, я вас буду включать. Мы будем очень коротко по существу говорить, учитывая, что это разное время и люди заняты, мы не будем тратить много времени. Пожалуйста, Марина, если можете, я вас прошу включить. Я даю вам возможность... Да, у вас есть уже, мы слышим вас. Ты спрашивал на что-то? Здравствуйте, я не знаю, какую Марину, меня, не меня. Вот тебя, да, вас слышно, да, значит, вас включили. Ага, я рада всех приветствовать. Очень приятно, что здесь очень много людей. Все, вот смотрю, все с таким интересом и с таким ожиданием ждут какого-то прорыва, наверное, в своих мозгах, в своих каких-то осуждениях. Конечно, ждем очень нового. Рады, что, наконец, это все началось. И, естественно, такое понимание, что эта школа, она многим просто перевернет, наверное, сознание, мозги, понимание. Ну и вообще, конечно, спасибо большое вам, Виктор, что вы все это затеяли, задумали, наконец-то начали. И я думаю, что выражу всеобщее мнение, благодарность вам за это от нашего всего большого такого количества участников. Давайте, дерзайте, вы молодец, вы делаете хорошее дело. Спасибо вам большое. И всем, конечно, приятного погружения в благодать. Спасибо вам. Спасибо большое. Будем двигаться, да. Иван Север, пожалуйста. Иван Север. Да, да, да. Меня видно? Слышно? Да, вас видно и слышно, только я не знаю, как вас вывести на большой экран, не знаю даже, как это сделать. Здравствуйте, я всех приветствую, мне очень приятно. И, Виктор, я хотел бы спросить, ну, конечно, это будет только в будущем, как вы будете без других посланий Павла, как мы будем это все интерпретировать. Но я думаю, что все равно где-то Павел повторяется в Писании, где-то он, ну, должен, по крайней мере, как-то, ну, быть последовательным. Может быть, где-то, ну, весть Евангелия, она же, как бы, затрагивает, я так понимаю, весь Новый Завет. Я думаю, что, ну, это просто, как бы, не то, что, ну, я, это, как бы, не претензия, это просто мое, как бы, вот, размышление по поводу того, что вы сказали, что не было никаких посланий у других, кроме Павлова. Вот, поэтому я, как бы, ну, озвучиваю такую свою, как бы, ну, размышления по этому поводу. Вот так вот. Смотрите, это удобно, мне намного более удобнее пристраивать какие-то тексты писания, чтобы объяснять. И давайте, оно будет очень красиво выглядеть, любому так удобно. Но если мы не будем использовать вообще другие тексты, мы только будем читать послания римлянам, я же, ну, вот, представьте ситуацию. Вы находитесь в Риме, и вы получаете письмо от Павла, и у вас нету никакого Нового Завета, никаких 27 книг, которые есть у нас. У вас их нету, вообще нету. Как вы разберетесь с этим, что Павел имел в виду? И Павел учел то, что люди не имеют вообще других писаний? Учел или нет? Не, я это понимаю. Я это понимаю, но просто... Значит, мы, если только так подойдем, мы сможем увидеть другие моменты, которые никогда не видели. Потому что мы будем таким образом манипулировать. Я вам покажу, как люди будут манипулировать текстами писания. Из-за этого у нас разные взгляды. Один пристроил одно местописание, а другой – другое местописание. И говорит, это Слово Божие. Их убираем и просто читаем послание римлянам. И мы вникаем только так, как написано. Само послание самодостаточно. Само послание имеет ответы на все вопросы, которые вы встретите в этом послании. Я вам буквально сегодня начну делать запись завтрашнего эфира. Я вам покажу, что вопрос, который в первой главе встретится... Давайте я вам приведу пример, я все равно это скажу. Вот смотрите, первая глава римлянам. Читаем. 13 стих. Если у вас Библия открыта, я вам пример привожу, чтобы вы понимали, как послание римлянам самодостаточно. Его не нужно трактовать никакими другими посланиями. 13 стих. Не хочу оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод у вас, как и у прочих народов. Какое препятствие встречал Павел? Вопрос. Я слышал толкование. Павел постоянно встречал препятствия ангел-сатаны. Знаете почему? Потому что во втором послании к коринфянам Павел написал об этом. И они это присобачили, что Павел встречал препятствия ангел-сатаны, удручал его, и он не мог прийти. Сатана препятствовал. Еще в других местах Павел тоже писал, что мне препятствовал сатана прийти. Это тоже есть. В Деянии апостолов есть, во втором послании к коринфянам есть. И это мы сюда приписали. Мы толкуем. Вот что препятствовало Павлу. Смотрите теперь. Я нахожу в самом послании, в конце, открываю 15 главу. 15 глава послания римлян. 20 стих. Я мысль чуть-чуть прерываю, чтобы просто вам показать. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово». Это 20 стих. «Дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевши о нем известия, увидят и не слышавши узнают. Это-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предпринял путь в Испанию, приду к вам». Так что Павлу препятствовало? Много раз и намеревался, но и препятствовало. Ему препятствовало то, это было для него препятствием, потому что вокруг него еще были народы, которые не слышали Евангелия, и он был занят проповедью Евангелия. Вот какое было препятствие у Павла. Вы понимаете, как само послание римлянам самодостаточно, и любые внешние толкования из посланий к коринфянам сделают, что Павлов встречался с дьяволом все время. Понимаете? Да, да, понимаю. Вот что я имею в виду, что мы будем читать только послание римлянам, и Павел все объяснит с точностью, и не надо ничего сюда впихивать. И вы увидите, когда мы так последовательно пойдем, мы разберемся, если мы не увидели ответ в первой главе, он аж оказался в пятнадцатой главе, но все равно в послании римлянам. Если мы не увидели ответ в третьей главе, мы его найдем в шестой главе, этот ответ. Павел очень последовательно писал. Павел был настолько подкованным, он на все вопросы ответил. Вот что я имею в виду. А еще последний вопрос. Скажите, может, вы дадите какие-то печатные материалы, ну или найти их в интернете, можно почитать вот что-то, что именно согласуется вот с благодатью по поводу именно послания к римлянам. Может быть, какой-то материал есть такой в свободном доступе, или как-то, где можно более, может быть, детально какие-то вопросы рассмотреть. У меня есть, у меня есть, это самое, мои конспекты, но их нужно, конечно же, оформить и сделать как, или практически, ну, отредактировать. Вообще, я думаю, чтобы сделать, как люди делают письменные, как книги пишут, да. Раньше люди сидели, просто писали, а сейчас проповедник сказал проповедь, нашелся редактор, который просто застенографировал его проповедь, отредактировал, вот вам и книга. Если такие люди найдутся и скажут, мы можем из ваших проповедей или из того же послания сделать письменный материал, ну, то, что я говорю и повторяюсь пять раз, человек, который отредактирует видео, это же свободная форма. А чтобы письменно правильно, грамотно изложить, нужен человек, который реально редактор, и он может хорошо отредактировать этот материал. Если такие люди есть и смогут сделать вот в письменном варианте сделать эту школу, потому что кому-то кто-то не хочет слушать, а кто-то хочет почитать, то это то же самое будет, по крайней мере. Материал, который, допустим, смотрите, именно с позиции благодати, с позиции благодати. Если вы посмотрите материал, который есть в интернете, вы возьмете просто послание римлянам, то как минимум вы дойдете до седьмой главы, и там вы увидите, что люди пишут, что как нужно исполнять закон верующему человеку. Да вообще Павел не об этом говорил, но почему-то они это видят, им кажется, что закон нужно исполнять, и все. То есть материал, который есть в интернете, есть у богословов, он извращенный. Вы знаете, я писал моим друзьям в Питере, чтобы мне прислали в записи материал, который мы проходили, это был 96-97 год, мы проходили в духовный семинарий, там еще на этих кассетах записывалось все. И я ждал два или три месяца этот материал, но что-то мне так и не ответили, так его и не дали. Я хотел вспомнить, с чего мы начинали, как это проходили, как нам лекции давали. Ну, у меня есть какие-то конспекты, но я хотел весь материал в записи послушать. Он так и не дошел до меня. И буквально на той неделе я понял, я думаю, что этот материал придет, но я понял, что мне надо с сегодняшним взглядом пересмотреть и дать материал свежий, приготовленный, не вчерашними борщами, опять питаться. То, что было вчера, это было половина откровения. Я еще понимаю, что в семинаре, и то, что нам давали, там все равно закон оставался. Там не было такого, что нет закона. Вроде бы, его нету в седьмой главе, в восьмой он появляется опять, понимаете? Опять нужно, и в конце концов, мы опять должны соблюдать этот закон. Поэтому я даю материал, который практически сам уже пережил за эти 25 лет исследований, возрастая в познании благодати. На сегодняшний день это прямо вот 21 год, вот то, что мы имеем. Мы даем вот свежий взгляд на те тексты. Плюс у нас есть сегодня уникальные возможности. Это подстрочный перевод, греческие тексты, много переводов. Я вам покажу покажу вам сейчас в следующей лекции первую главу, когда начнем. Один только стих в разных переводах, он просто взорвет ваш мозг. Вы увидите, что синодальный перевод дает вроде бы красивую цитату. На самом деле смысл вообще другой. И это все сегодня доступно и возможно. Вы просто по-другому начнете это видеть и радоваться, будете счастливы. Вот мои мысли, мой взгляд. Спасибо, что вы задали эти вопросы. Идем дальше. Надя Панфилова. Я вас включаю. У вас получается. Надя Панфилова. Попробуйте включить. После этого идет Константин. Если Надя не включится, Константин. Да, желательно, чтобы вы зарегистрировались. Ну, просто фамилия, имя хотя бы. Так проще. Потому что вот просто Константин, потом идет Леша. Просто вы же не... Да, вот Надя, вы включились. Я вижу вас, слышу, то есть давайте. Приветствую вас. Здравствуйте. Слышите, да? Ну, хочу, конечно, учиться в вашей школе и изучить вот послание к римлянам. Надеюсь, что все получится. Я пойму и это будет мне благословением. Спасибо вам большое. Да, спасибо большое. Очень рад, что вы готовы учиться. Так, Леша. Нет, Константин сначала. Ну, Леша включился. Давайте, Леша и Константин. Я отдам возможность. Потом отвечу. Давайте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слышу вас. Говорите, да. Здравствуйте, брат Виктор. Я просто хотел поблагодарить вас, сказать, что вводный урок доступный, понятный, все четко. Вы огромное благословение. Моя жизнь изменилась, когда я слышал о благодати. Так что слава Богу за вас, брат. Вот, что я хотел сказать. Я буду продолжать учиться и вижу, что это принесло мою жизнь, мою семью. Спасибо большое. Спасибо. Я очень рад, что вы оценили первый урок, потому что некоторым кажется, да, мы давайте уже к кремлинам приступим. Мы приступим. Но если вы это пропустили и не поняли, что такое контекст и что такое вообще вырывание из контекста, если вы это не поняли, то вы никогда не освоите материал. Все время будет путаница. Все время будет, вы первое пропустили, второе опять вырвали и вот так вот по жизни будет. Хорошо, спасибо вам большое. Леша, пожалуйста. Алло, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Уже действительно круто, что такая классная школа. Уже жду ее, ну, вы уже давно обещали и уже жду, жду сколько. У нас в церкви тоже недавно была пастырская школа, ну, я сам с Киева, церковь Эммануил. Тоже, но я, к сожалению, не смог попасть, и вот тут классная возможность теперь у вас учиться. У меня такой вопрос. Я смотрел, то есть у Эндрю Омака есть тоже учение по посланиям римлянам, называется «Благодать силой Евангелиям». Пользовались ну ли вы или смотрели, то есть будет где-то пересекаться учение с этим посланием? Я чуть-чуть знаком с учением Эндрю Омака, но я именно послания римлянам не слушал Эндрю Омака ни разу. Ну, кстати, вот там кто-то спрашивал, то есть вот именно по посланиям римлянам у него называется учение «Благодать силой Евангелиям», то действительно тоже очень классно. И такой вопрос, ну, как бы больше не вопрос, а то есть очень так же хочется какое-то учение по посланию к евреям, потому что тоже сильное послание и вот какого-то более глубокого изучения, но если бы сделали в дальнейшем, то это было бы бомба. Ну, я думаю, что мы пойдем последовательно, мы пойдем с посланием римлянам, потом пойдем послание Коринфянам, два послания Коринфянам, если пройдем, разгребем всякий хлам в христианстве и посмотрим, потому что послание Коринфянам еще сложнее, если люди только не знают про контекст, а еще не понимают, что это ответ письма Павла на их письмо, и он, Павел, цитирует, и прямо видно, как он цитирует из их письма, и это все говорят, вот Павел сказал, на самом деле, Павел процитировал то, что Коринфяне сказали, а не он сказал, то есть, это просто, просто люди какие-то что-то сказали, а современные христиане называют это Словом Божьим, понимаете, в чем беда, они говорят, вот Слово Божие, да не Слово Божие, это просто слова каких-то братьев коринфянских, которые Павел процитировал и начал объяснять, поэтому мы тоже пройдем послание Коринфянам, я думаю, что послание евреям и доберемся до книги Откровения, разберем еще книгу Откровения, я думаю, что это тоже будет, может быть, в конце года разберемся с Антихристом полностью, у коринфян тем более даже не одно послание было, по-моему, у апостола Павла, то есть там даже как бы вроде третье послание было, как бы тоже и там много вопросов. Да. Спасибо большое. Да, спасибо, спасибо, будем дальше изучать, вникать, спасибо большое. Так, у нас следующий. Алексей Богомолов, вас включаю. Да, приветствую, возлюбленный. Россия, Волгоград, всех благословляю, ну, как бы, меня видно. Я лично вас не вижу, я не знаю, почему, было раньше, где тот, кто говорит, был в центральном, в экране, видели все, а сейчас, я не знаю, если кто-то может помочь, если, я не знаю, есть тут кто-нибудь из наших модераторов. А вот так видно? Я вас вообще не вижу, не могу найти среди множества 270 человек нас, я бегаю по экрану и пытаюсь найти, где вы. Ну, ладно, это не столь важно, там, моя персона не столь важна. А, все, я вижу вас, да, да, вижу. Вижу. Да, еще раз приветствую. Ну, на вашем канале я уже некоторое время, как бы, углублен, да, и Игоря Касавана тоже. Вот, поэтому, ну, немножко, немножко, стараюсь, да, втянулся, стараемся развиваться, потому что, ну, многие-многие вещи, которые раньше были закрыты, на сегодняшний день Господь открывает так сильно. Вот, да, мы все семьей, собственно говоря, вот, жена моя, сын, в общем, мы все, мы все с вами. Иисус сказал, познайте истину, и она сделает вас свободными. Вот мы ищем. Да. Круто. Слава Господу. Хорошо, Алексей, спасибо, идем дальше. Леонид Кормышев, пожалуйста. Здравствуйте. Да, Меня слышно? Здравствуйте, слышно, да. Мне, правда, там уже Иван Север уже задал вопрос, который я хотел бы услышать ответ. Ага. Вот, поэтому вы как бы ответили на этот вопрос. Ну, мне очень понравилась мысль ваша о том, что послание римлянам разбирать, не ссылаясь на другие источники. Я сегодня это попробовал, да, у меня не получилось. Не получилось. чтобы, допустим, не сослаться на другой источник. Да, чтобы не сослаться на другой источник. Потому что настолько-то привык уже к этому. Да, вы представляете, сколько людей, сколько проповедников, и все на разные источники целаются, кто-то на это место, кто-то на это. И это уже другое откровение. И столько новых откровений, 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 откровений. Просто от оригинала мы ушли. Да. Поэтому мне хочется это пройти, почему именно это понять, потому что сегодня я даже словил себя на слове, разъясняя одному брату Писания, в одном месте, в одном разговоре, получилось, что сам начал ссылаться на другие источники и ушел от того, о чем вообще была речь. Вот, поэтому мне это очень интересно, очень хочется познавать и, конечно, с удовольствием и благодарны вам, что вы как раз на это обратили внимание. И у меня второй вопрос еще к вам. Да. По субботам сейчас будет проходить у нас с вами вопрос-ответ? Вот мы и думаем, может, все-таки по субботам дальше делать материал для школы или просто обычный вопрос-ответ делать? Как вы думаете? Ну, я думаю, что обычно вопросы делать, почему? Потому что люди могут быть даже не в теме школы, хотя, вряд ли, что кто-то не в теме школы уже, скажем так. Но я думаю, что дать людям свободу и задавать вопросы не только по школе, а и, мало ли, какие-то еще вопросы людей интересуют. Ну, что касается этой субботы, вот, предстоящей, то наши ребята, молодежь, вроде бы как уезжают на конференцию, мы еще точно не знаем. Если их не будет, то я сделаю материал по школе, то есть можно будет его в субботу получить, материал по школе. Если будут ребята, то мы сможем провести, потому что мы сами эфир не можем провести, нужны операторы. А так, в дальнейшем, ну, будем смотреть. Но я думаю, что нужно больше давать материала, чем просто вот 45 минут и потом через день еще там 45 минут. Ну, это, мне кажется, что мы очень надолго растянем, нужно больше материала давать. Два урока, урок на Zoom, два урока, урок на Zoom. Может быть так. Если вы, что вы думаете, дайте, напишите, я потом прочитаю все ваши комментарии. Ваше мнение по поводу того, как мы будем проводить вообще школу. Хорошо, хорошо, спасибо. Спасибо большое. Так, кто там у нас следующий? Александр Меркин. Меркер, наверное, правильно, да? Александр, включайтесь, дорогой. Приветствую всех. Виктор, привет. Друзьям, всем привет. Привет. Церковь, она вся здесь. Я уже посмотрел. Почти все здесь. Привет из Германии. Мы из Германии. Жена моя. Приветствуем вас. И вся наша церковь. Мы все учимся, познаем. И то, что случилось с нами год назад, это как я тебе как-то написал, что это взорвало мой мозг. И я ушел к тому, что все, что я 15 лет собирал в своей голове, все, что я переслушал, я все это убрал в сторону. Оставил только Христа, оставил только Его любовь и милость, и познаю Его по новой. И для меня это очень важно. И увидеть все-таки истину с другой стороны. И не просто ее увидеть, я ее переживал там глубоко внутри, но не мог ее объяснить посредством понимания нашего учения, где мы раньше были. Сегодня и вообще в этой школе хочу просто поставить для себя новые столбы, новые основания, ограничения какие-то, как двигаться, как понимать. Потому что, как сегодня брат один говорил, мы привыкли уже видеть так, и оно сидит в нашем разуме. Но все, убираем в сторону и стараемся чему-то научиться новому. Будьте благословены. Всем привет. Спасибо, спасибо. Реформация когда-то начиналась в Европе, так что ожидаем серьезного движения там. Ожидаем, что это самое. Возьмете матч-реванш. Ну, раз Бог, мы не бороться. Да, всем привет, большое благословение вам. И мы вместе прорвемся, потому что люди, которые переживут Евангелие, настоящие Евангелие, и смогут ориентироваться в Писаниях, именно как надо будут ориентироваться. Этих людей ничем, ничем, ничем больше не за... Ну, смотрите, я вам приведу сейчас один пример. Это все я готовлю на завтра. Ну, понимаю, что люди сегодня, ну, если нас сейчас смотрят 200, ну, у нас тут 275 человек сейчас, то на Ютубе, конечно, уже 4 или 5 тысяч посмотрел. Поэтому я этот материал повторю. Я вам сейчас скажу, покажу... Так, мне как-то это быстро надо найти. Да, ну, вот на этот самый... На тот урок, что... Ну, вот первый урок, да? Какой-то Марат мне пишет. Получи, Томев, и успокойся. Римлянам 2.13. Вот он дает текст. Римлянам 2.13. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. И все. Получи, Томев, и успокойся. Ему кажется, что он дал точное определение, это место Писания из Библии, что только те, кто исполнит закон, вот только те и будут оправданы перед Богом. Что это означает? Это означает, что человек... Я рассказывал именно в этом видео о том, что нужно читать контекст. Где началась мысль, где закончилась. Вот мы с вами пройдем. Первый урок, это как раз у нас будет второй урок. И мы второй урок посмотрим, как Павел показывает иудеям, что вы не исполняете закон. Поэтому если вы его сможете исполнить, вот только тогда оправдается. Но вы его не исполняете. И он закончит, что делами закона никакая плоть не оправдается. И он начинает потом показывать, что именно для этого пришел Иисус. Что ни один человек, все грешны, все лишены славы Божьей. Я говорю, так ты бы еще прочитал, что 23 стих 3 главы. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И дальше не читать 24. Получая оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Можно просто прочитать. Это как будто бы пошли где-то в армии. Давайте раздевайтесь. Нас, чтобы переодеть, сказали всем раздеться. Все разделись и ждем два года. Никто нас не одевает. Это мы прочитали 23 стихи, 24 не читаем. И мы голые ходим. Это что-то подобное. Вырывание из контекста. Поэтому если вы пройдете понимание, что такое контекст, как читать. А вот в Библии написано. Вот в Библии. Ничего страшного. Сатана тоже это говорил Иисусу. Вот написано. Давай, прыгай сверху. Ибо тебе написано. Да, написано только в каком смысле. Написано еще кое-чего. И когда мы собираем вместе эти тексты, у нас тогда вырисовывается картина. Да, ребята. Спасибо большое. Я верю. Я настаиваю. В каждом уроке я буду говорить. Если вы не слышали первое, вот это вступительное слово, вы не слышали вот это предусловие, и вы просто по посланию времени. Вы не сможете понять, почему я три главы просто буду читать, и как будто бы ничего не вижу. Пока я не покажу, где это находится. Мы будем возвращаться потом из пятой главы во вторую будем возвращаться. Из восьмой главы. Из пятнадцатой главы, я вам показал сегодня, мы вернулись в первую главу, и мы поняли. Павел, то есть вот контекст. Павел, он аж в пятнадцатой главе объясняет. Он первое написал, я имел препятствия. Он говорит, вот это и мне препятствовало. Чего ж ты, Павел, это не написал после этого стиха там в первой главе и сразу. Вот это мне препятствовало, что я не мог прийти, потому что проповедовал везде Евангелие. Когда уже все закончилось, везде провангелизировали, вот теперь у меня исполняется мечта, я хочу приехать к вам. Вот и все. Весь смысл. Без всяких там сатанинских явлений и все остальное. Хорошо. Просто каждый берет для себя удобное, да. Что-то удобное, как ему подходят, какие-то вещи, да. И выбирает, вот мне, мое движение понимает так, выбирает определенные местописания, выбирает определенные вещи, да, и ими как бы двигаются, да. А вот такого общего познания, да, как исследовать, например, это письмо, да. Ну, у нас этого не было, да. Там о Духе Святом у тебя там 20 местописаний. О том, опять там такого контекста не было, да. И как это все, ну, бегали, прыгали, понимали, было основание, да. Но внутри ты понимал, что-то не то, знаете. Я всегда смотрел со стороны на это все. Вот как бы как будто я, а я сам на себя со стороны смотрел, думаю, что-то не то. Я всегда себя задавал, что-то не то. Вот 15 лет, ну, вроде бы Бог открылся мне, да. Ну, что-то не то, что-то не то, да. Я сам себя винил, проверял, думал, во мне какие-то ошибки, недостатки. Может, я недостаточно святой, но чего-то не хватало. Множество проповедников слушаешь, думаешь, вот-вот-вот сейчас прорыв будет. Вот сейчас что-то откроется, вот что-то. И все как-то не доходили до того, до чего ты дошел. И просто, ну, для меня это был взрыв, да. Я благодарю просто за школу и благословляю всех. Благословляю школу, благословляю тебя, Виктор, и вашу команду. Будьте благословенны. Спасибо. Представьте, если бы не было никаких правил дорожного движения. Особенно в Германии, я представляю. То есть каждый, как считает, оттуда выезжает, туда едет. Кому как хочется. Вот так мы Библию цитируем. Вот так мы проповедуем. Кому как вздумалось. Вот это сюда взял, это сюда приписал. Никаких правил вообще не существует. Нет никаких правил. Вот просто представьте себе, правила дорожного движения не существуют. И люди на дороге выезжают, и каждый едет, как хочет. Вот так мы проповедуем. Каждый проповедует, как считает нужным. Ему кажется, что он прав, и нет никаких правил. Поэтому, когда мы будем придерживаться правил, мне тоже очень хочется показать вам разные местописания в доказательстве той мысли, которую я уже знаю. Мне тоже очень хочется. Но это снова может быть манипуляцией. Если никто не должен ехать на красный свет, значит, никто не едет. Неважно. Ты опытный водитель, ты уже в курсе, ты знаешь, как проехать. Неважно. Никто не едет на красный свет. На знак 100 постановились все до одного. И неважно, что ты уже апостол, богослов, ты придерживаешься этих правил. Все правила для всех равны. Аминь. Хорошо. Спасибо. Идем дальше. Олег Витальевич. Олег Витальевич, добро пожаловать. Да, всем добрый вечер. Как меня слышно? Здравствуйте. Слышно? Я из Хмельницкого, Украина. У нас на Украине говорят Христос народы. Слава Богу. Да, слава Богу. Сегодня прекрасное время. Новый год, Рождество Христово, новое начало. Хотел поблагодарить пастора Виктора за то, что вы проповедуете. И на самом деле нужно иметь смелость, чтобы проповедовать то, о чем вы проповедуете. Или то, что вы проповедуете. Потому что я уже 25 лет как в церкви. И есть много учений, толков, толкований о законе, о благодати, о спасении. И спасен ли однажды, спасен навсегда, причастие, о хлевопреломлении. И я вот слушаю только вот двух проповедников, трех проповедников. Это Джозеф Фринц, Игорь Касован, мой друг, и вы. Которые действительно проповедуют Евангелие благодати. То, о чем говорил Иисус. Иисус, пойдите и научите все народы о Евангелии, о доброй вести. О том, что мы незаслуженно получили прощение. Однажды и навсегда. Если мы не отречемся, конечно, от него. Поэтому спасибо, благословляю. Вы на правильном пути. Просто баньте и не слушайте, блокируйте тех законников, буквоедов, которые вот просто только наводят тень на плетень, знаете. Потому что на самом деле сегодня последнее время и много, много кто хочет наложить вот эти вот неудобоносимые бремена на народ Божий, на детей Божьих. И действительно увести от благодати к закону. И еще такая просьба, если есть возможность, эту школу, это учение, ну, во-первых, делать максимально длинные по времени уроки. Или два урока в день. Потому что мы можем, ну, во времени растянуть весь этот курс. Вот. Делать два урока из Дум. Вот я смотрю в чате, много кто пишет об этом. Что вот, как бы, пожелание и просьба к вам такая, вот. А второе, что если есть возможность это все положить на бумагу, ну, я думаю, что эта книга, это послание, это учение, оно будет востребовано не только в русскоговорящих странах, но и по всему миру. Потому что это то, чего не хватает. Многие христиане многие годы ходят просто под осуждением людей, дьявола, обстоятельств, ошибок, грехов. А мы, да, мы все грешны, нет праведного ни одного. Для того-то и явился Сын Божий. Для того, чтобы нас спасти. Для того, чтобы спасти. Раз и навсегда. Поэтому, ну, это должно быть и как на аудионосителях, так и на бумаге и на книге. Подумайте, я по СНГ беру дилерство в распространении этого всего послания, потому что, понятно, даром получили, даром и давайте. Но, знаете, христиане, они немножко вот есть перекос в благодати, что нам все достается по благодати. Но есть учение и есть вещи, за которые нужно платить. И тогда ты это ценишь, ты в это вникаешь, и ты разбираешься, и Господь работает с тобой. Поэтому еще раз огромное спасибо вам. Пусть Бог вас обильно благословит. Очень постоянно слушаем вас в эфире служения, хотя у нас часовые пояса, но удобно, что у вас утро, у нас вечер. То есть мы пошли на свои служения и вечером можем уже пребывать с вами на диване, а вы за кафедрой. Спасибо большое. Пусть Господь вас обильно благословит. Спасибо большое. По поводу вот все изложить на бумаге, я думаю, что если есть люди, которые найдутся, потому что если я это буду делать, то это займет несколько лет. Не, я не об этом, извините. Если после школы перевести это в аудиоформат и перевести это, сделать из этого какую-то книгу, то будет здорово, я только за. Мне нужно будет просто согласовать с редактором какие-то вопросы, уточнить, чтобы, опять же, не было из контекста что-то или какая-то мысль. Одна запятая, вы же поняли, да? Всего лишь одна запятая может поменять. Да, одна запятая может поменять весь смысл, а таких запятых мы увидим, которых не было. Вы не представляете, сколько интересного мы будем копать, которое будет просто, ну, вы увидите совершенно все по-другому. Поэтому слава Господу. Спасибо большое за советы. Я прочитал, пока вы говорили, я еще успел увидеть, что люди за то, чтобы у нас было по два урока сразу. То есть, либо они сразу один за другим идут, просто разделены на уроки для удобства, чтобы не было два часа в видео, а просто разделены. Есть 10-15 минут перерыв, там, и можно продолжать. Ну, они могут идти как первая-вторая серия сразу, но их разделить либо утром и вечером, как удобно. Посмотрим. Если будем успевать делать сразу по два урока, тогда я тоже подумал, что это будет очень долго. Потому что, если я сделаю каждый день, ну, нужно и на Zoom пообщаться, нужно обсудить какие-то детали. И у нас и служение в церкви есть, у нас и программы, и пятница, и суббота, и воскресенье. У нас суббота, и воскресенье – самые рабочие дни в нашей семье. Поэтому люди в субботу, и воскресенье обычно отдыхают, мы больше всего работаем. Виктор, вам еще один совет. Не работайте на износ. Потому что вот эти вот общения в глуми, они хороши. Ну, знаете, просто, ну, люди, христиане, мы так все устроены, что мы злоупотребляем вот этой вашей добротой и тем, что вы свое время вот уделяете. А много, много, ну, левака, скажем так, есть, как бы, конструктивное и такое зерно рациональное у многих. Ну, много вот, знаете, как бы, можно и вот это вот общение в Zoom, его тоже, как бы, сжать и конкретизировать. Да, окей. Хорошо, спасибо. Идем дальше. Пока, подавай, дорогой, подключайся. Сто лет тебя не слышал. Ты уже… Добрый вечер. Всем привет, друзья. Привет, позитивчик. Пастор Виктор, я радуюсь и еще радуюсь. Как апостол Павли говорит, это просто бомба. То, что я, я вот, в жизни я радуюсь, просто мне очень помог. Мне в моей жизни изменился очень. И я хочу вот поблагодарить тебя, благодарю тебя за такую большую работу, за эту школу, в которой вы распространите правду, настоящее Евангелие, настоящее Царство Божие. Это большая работа. Ты просто молодец, ты благословен. Спасибо, хочу тебе сказать. Спасибо Богу. Богу за тебя, спасибо. Я всегда говорю Богу, спасибо за Виктору, который есть, это благословение. Наш брат, пастор Виктор, я всем говорю, всем делюсь, всем поселяюсь. Вот это пост, давайте поступайте туда, в школу учите. Вот это есть благословение. Всем говорю. И вот это вот хорошо просто. И я хочу всем пожелать. Раз добавилось еще 5-6 лет жизни после. Да, это правда, это точно. И я хочу всем, кто сейчас первый, вот первый только начинает учебу, просто не пожелайте, дорогие братья, сестры, кто вы сейчас слушаете, просто не пожелайте. Это есть фундамент. То, что пастор Виктор нас будет сейчас учить. Слава Богу за тебя, Виктор. Всем привет, всем благословения. Сильно благословляю всем. Аллилуйя. Спасибо. Я очень уверен и надеюсь, и уверен даже, что после окончания школы вы станете сами учителями, вы станете мастерами. Вам не нужно всю жизнь у кого-то учиться. Таким образом, вы должны учить других, и у вас будет аудитория. Таким образом, очень быстро можно достигнуть проповеди Евангелия. Это мечта Павла, чтобы... Так и делай, так и я уже делаю. Так я еще стою. Я не могу там достигнуть в вашем регионе людей. Это вы можете достигнуть. В Германии я не могу достигнуть, там другие могут достигнуть. Поэтому вы и есть те люди, которые можете другим помочь. Некоторые люди не имеют такого призвания. Зато после школы вы настолько утвердитесь, что ни один человек вас не сможет обмануть, не сможет сбить. Вы будете слушать и смеяться. Вы будете знать, что он не все знает. Он просто эту мозаичку взял и ходит и машет этим. А вы видите всю картину. И вам все равно. Вас никогда не переубедят. Никогда не смогут сбить с пути. Это правда. Это я верю. Это сто процентов. Сто процентов. Да, идем дальше. Эдуард Шишов, пожалуйста. Получается у вас... Так, вот. Есть. Есть. Вы слышим вас. Да, добрый день. Вы меня заставили на работе. Прям самый ответственный момент. Да, с новым. Вот. Сейчас включу камеру. Вот. Здравствуйте еще раз. Привет из Калининграда. Да, здравствуйте. Виктор, хочу сказать вам большое-большое спасибо, потому что вы и ваше служение действительно были очень, в тот момент, когда я вас в первый раз услышал, были очень большим благословением для меня. Именно вот сейчас, секундочку, я тогда тут уберу и чуть-чуть выйду в другое место, чтобы народ не смущать. Сейчас, буквально пару секунд, если такое возможно. Вот. Сейчас. Шесть моментов. Вот. Так. Вот. И так получилось, что, ну, долго рассказывать, я остался без служения, и ваши проповеди, проповеди Игоря Касавана, они меня во многом подняли. Во многом, потому что очень многое, так скажем, было, я вспомнил того, что было при покаянии и так далее, и так далее, и так далее. И вот на протяжении уже, получается, с лета и вот до сих пор, это особенно последнее время, вот действительно мозги кипят, мусора, вагоны, тележками, вагонами вывозишь из головы этот мусор. И ваши проповеди, вот они действительно просто поднимают, просто как елей на сердце. И самое, что интересно, все многие наши ухоженцы, так получилось, что с нашего служения, это то, которое у нас было, очень большой поток людей ушел. И, в общем-то, я не первый был, я в числе самых последних и учил. И мы, так скажем, я скажу за всех, и мы все получаем достаточно большие благословения от вас. Вот. И школа, вот это вот, очень хочется действительно понять. А что касаемо перевода всех ваших, ну, каких-то проповедей, или хотя бы вот этой школы, на бумагу, то, если Бог позволит, конечно, я бы мог бы помочь в этом деле. Не сказать, что я брошу все и займусь этим, но, так скажем, в свободное время мог бы начать заниматься этим. Хорошо, спасибо большое. Ну, все, всего доброго, благословения вам, спасибо вам большое. Да, у нас много рук, уже мы один час общаемся, не хочется это растягивать, у нас много работы еще. Поэтому, хотелось бы, да. Следующий у нас Дмитрий Давидюк, пожалуйста. Я вас включил. У вас не получается, Дмитрий. Еще раз. Дмитрий. Нет. Алло. Да, есть. Слышно вас? Приветствую вас. Приветствую вас. Здравствуйте. У меня просто как раз ребенок начал кричать в этот момент. Вот, сейчас. Сейчас, одну секундочку. Извините, что не самый удобный для вас момент, но... Скажите, а можно меня сейчас это отключить через одного? Просто я сейчас, Игорь, успокоюсь, чтобы я вас не тревожил. Да, включим. Следующий у нас Игорь, пожалуйста. Да, спасибо большое. Просто Игорь. Игорь, включаешься. Да. Говорите. Да, вы уже в эфире, говорите. У меня слышно. Слышно? Вы выключились почему-то. Давайте еще раз. Все, больше ничего не делайте. Просто разговаривайте. Приветствую всех. Здравствуйте. Слава Богу. Когда начал вас слушать, мозги просто начали на место становиться. Вопрос у меня по вчерашнему уроку есть. Хотелось бы определить и понять по поводу контекста. Где он начинает? У вас, видимо, плохая связь. Игорь. Я слышал. Вы выключите видео. Попробуйте. Видимо, у вас плохая связь. Мы ничего не слышали. Выключите видео. Ставьте только звук. Попробуйте так. Видео просто отключить. Сейчас. Попробую. Получилось? Я не знаю. У меня картинка зависла. Но чтобы без видео, думаю, что лучше... О, вот так. Давайте. Еще раз. Сейчас меня слышно? Да, еще раз вопрос. По поводу контекста. Где он начинает? А вопрос у меня... Да. Да, у меня вопрос по контексту. Хотелось бы, чтобы было понимание, как-то научиться определять, где у Павла идет одна мысль, и где он по-павловски так переходит, переплывает в другую. Но не совсем это иногда бывает понятно. О чем речь, и хочется как-то это понимать, чтобы четко знать граники этого контекста. В процессе изучения я буду именно указывать на это. Вот смотрите, где начался контекст. Вот откуда. То есть, что такое контекст? Это связь между предыдущими и последующими текстами. Должна быть какая-то связь. Я вам могу показывать, просто сейчас нет времени, в других местах, допустим, как связь оборвалась, нет никакой связи. Вообще нет связи. И непонятно, почему это вставлено. И пока мы не разобрались, где оно находится, то есть, если люди упускают этот момент по поводу контекста, то просто будет что угодно. Каждый будет рисовать свое видение, свой взгляд на этот текст. Я в процессе изучения обязательно вам буду показывать это, как увидеть. Если мы не увидели его здесь рядом, мы будем дальше двигаться, где, почему, к чему он говорит эту мысль. Если мы ее отдельно возьмем от всеобщего контекста, то тогда получается серьезная проблема. Контекст вообще, знаете, что в последнее время даже везде в многих организациях предписано даже как закон, что нужно все. Есть разного уровня контекста. Это в контексте нашего общения, в контексте нашего разговора, может быть. В контексте этого вообще локации, где это было сказано. Если это в другом месте, то вообще имеет другое значение, понимаете? И поэтому нужно не воровать вообще из контекста всего, что угодно. И нам на самом деле нужно научиться. Тогда люди почему ругаются? Потому что рассказывал, кто-то рассказывал и взял какую-то фразу, которую человек вообще-то не имел в виду, когда он сказал. А, ты имеешь это, а ты, я всегда такой. И пошло и поеду. Да я не говорил, что ты всегда такой. Я просто привел эту фразу к тому, но не к этому. И вот на самом деле это люди начинают ругаться, ссориться и тому подобное. Просто потому что вырвали одну фразу из контекста разговора, из мысли, которую человек говорил. Просто фраза была-была. Ну вот ты же сказал, я сказал, но это же не к этому было. И человеку не объяснишь. Потому что он просто не мыслит масштабно. Он не мыслит в контексте. Вы знаете, те люди, которые начали учиться трейдить, ну, на рынке трейдить, там есть эти графики. Всегда есть подъем и падение, подъем и падение. Они начали видеть в жизни подъемы и падения везде. То есть, если пошло подъемы, значит, какое-то будет падение где-то. Если падение, значит, сейчас будет какой-то подъем. И они даже в жизни видят эти графики. Те люди, которые научатся использовать контекст, вы везде будете в контексте общаться, разговаривать, говорить, вникать, слушать. Все будет, вы все будете брать именно в контексте. Почему, когда, для чего, кому это было сказано. Хорошо. Я распроповедовался, мне это опасно. Где, на ком мы остановились? Кто у нас был, друзья? Игорь, да? Игорь был. Вы еще здесь? Да. Я здесь. Хорошо, Игорь. Спасибо за то, что вы уловили мои мысли и держали ее где-то там у себя в загашнике. Я обязательно буду это показывать, где, какая мысль начинается. Мы будем двигаться дальше. Спасибо большое. Идем дальше. Лилия. Лилия, у нас еще 7-8 человек. Меня слышно, да? Да, вас слышно. Я привет из Германии, хочу передать. Здравствуйте. Я из России, но слушаю вас с мамой, слушаем уже год. И я бы хотела спросить, может, если не секрет, вы можете сказать по благодати, как долго у вас прошло времени, чтобы это начало работать? Просто мы уже слушаем, ну, год вас, и, ну, плодов мало, поэтому, может, ошибки там в чем-то. Ну, вот, если это не секрет, вы можете рассказать. И я хочу сказать вам спасибо, что вы говорите смело о тех вещах, которые, ну, могут очень сильно ранить религию, и что они сильно прям, как сказать, они, ну, такие радикальные вещи, которые не каждый может сказать. Все. Спасибо. Спасибо. По поводу плодов. Значит, вам не нужно проходить там 25-30 лет, чтобы вы прошли к тому, к чему я пришел. Вам нужно побыть, может быть, месяц на школе благодати, и вы уже поймете все, что я прошел за 25 лет. Это первое. Чем больше познания, тем больше плодов. Не больше времени нужно, не больше там, не знаю, еще чего-то, даров. Просто познание. Потому что познание, когда человек понимает, познание делает человека свободным. Познание производит знания, они делают человека, они производят в нем эти уже действия, реально происходит это само собой. Потому что, что я имею в виду знания? Когда вы погрузитесь, знание и познание, это как бы чуть разные вещи. Вы можете знать, но познать, это значит соединиться. Вот это слово используется, познал Адам Еву, то есть оно не просто узнал о ней что-то, да? То есть это соединение, они стали одно, соединились, как в интимной жизни. То есть поэтому познание, это становится частью, ты одно с ним, с этим познанием. И у вас может быть такое, вы знаете о том, что нет никакого осуждения во Христе Иисусе. Но время от времени какое-то осуждение будет прорываться к вам. Вы что-то не так сказали, что-то не так подумали, что-то не так посмотрели, как-то не так поступили. И это приходит. Вот это осуждение, это говорит о том, что вы еще не до конца познали то, что вы понимаете. Потому что, когда придет полное познание, осуждение только к вам прорывается, а внутри вас идет просто полное отвержение. Вы не то, что включили игнора, он просто на автомате работает. Никакого осуждения. Нет осуждения. Благодаря тому, что не будет никакого осуждения, вы становитесь свободными от любого давления, от любого греха, от любого неправильного поведения. Вы настолько становитесь свободными. Вот это вот такая взаимосвязь происходит. Поэтому в эти моменты вам нужно действовать, вам нужно говорить, пришло осуждение. Нет никакого осуждения. Я свободен во Христе Иисусе. У меня нет никакого осуждения. Даже если вы начинаете это испытывать, начинайте реально с этим бороться, чтобы это стало вашей частью. Некоторые скажут вам, что вы хотите, чтобы ваша совесть полностью сгорела. Да нет, чтобы наша совесть изнемощной, из порочной стала совершенной, свободной. Совершенная совесть – это которая не испытывает никакого осуждения ради Иисуса Христа. Потому что я праведен из-за его послушания. И даже какие-то мои косяки вообще не имеют никакого значения сейчас, чтобы я имел отношение с Богом или нет. Я же не на основании закон, а на основании благодати. Хорошо. Я думаю, что в процессе изучения послания вы очень много еще поймете и много откроется. Вы будете получать откровение там, где я даже не предполагаю. Я просто буду давать акцент на одно, а вы совершенно другое увидите. И каждый получит откровение свое, которого ждало его это откровение. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Спасибо вам за ваше свидетельство. И так, у нас дальше Вадим Макаров. Всем привет большой. Слышно меня? Да, слышно и видно. Привет Смельницкого. Я очень рад всех видеть. Привет. Я как бы, я слушаю уже тоже довольно давно у вас, пастор Виктор. И по поводу того, что вы даже говорили, про осуждение, про совесть. Именно тема исповедания грехов конкретно изменила мою жизнь. Я очень вам благодарен. У меня еще жена есть тоже. Мы вдвоем слушаем ваши проповеди уже где-то полтора года. И много чего изменилось в моей жизни. Очень благодарю и за школу, которая по посланию к римлянам. Здесь во многом, кстати, на тему осуждения тоже хороших моментов. И просто хочу поблагодарить. Вопросов пока нет по школе. Думаю, дальше появлются. Всем привет. Пока. Спасибо большое. Идем дальше. Аля, Коша, если я правильно читаю. У вас нет микрофона. Я не знаю, почему. У вас есть рука. Потом вот эта Икс, любовь, тоже самое. Я не могу включить вам микрофон. У вас его нету просто. Вы функцию не добавили. Хорошо. Если у вас получится добавить, то я вас добавлю. Николай, ой, страх. Давайте. Слышим вас. Доброе время суток всем. Здравствуйте. Я очень рад всех видеть. Потому что вы все для меня братья и сестры. Потому что все близкие по духу. И я очень рад видеть, конечно, Виктора Томио Паспора. Потому что, когда я услышал первый раз проповедь, которую она называлась, я не помню, что-то Бугатти, как машина такая. Это давно была проповедь. И для меня как будто бы какой-то дождь благодати сошел. Свежий, освежающий дождик прошел на меня. Я почувствовал, что я освежился. Я почувствовал, что ко мне вернулась первая любовь. Первые христианские чувства, которые я испытывал, когда только что уверовал. Вот это все я вновь почувствовал. То, что когда-то давным-давно утратил. Это было для меня удивительным прямым ощущением. Как будто я заново родился опять. Я очень благодарен вам, Виктор. Потому что то, что вы говорите, оно было давно уже во мне изначально. Я его держал в себе, как только мог. Потому что все, когда я говорил в церкви, что Бог, он не может быть двойным. У него нет двойных стандартов. Он либо хороший, либо плохой. И что Иисус пришел спасти, но не погубить. То есть я стоял твердо на своих этих убеждениях, как только мог. Хотя в сопротивлении мой адрес очень много было таких вот нападок. То, что ты однобоко говоришь, ты не так говоришь. Но я держался за всех сил, пока вот не встретил вас. Наконец-то я там, где я должен быть, я считаю. Потому что вы как раз по ту точку зрения, которую я так держал. Она выставлена была очень серьезно в момент болезни. Спасибо вам, Николай. Я хотел бы что-то по школе. У вас больше есть какие-то вопросы, какие-то предложения? По школе, школа, она очень подъемлема. Мне вообще очень нравится, как вы подошли к этому вопросу. То, что именно так изучать одну главу, вот именно так, как она есть. Потому что однажды, как я прочитал Евангелие, я прочитал с литературной точки зрения. Не как, вот просто как литературу прочитал, как историческую книгу. Вот Евангелие я прочитал таким образом. И я удивился сам, что как интересно это было для меня откровением каким-то новым совершенно. По-новому я взглянул. То есть я ее целиком прочитал, это Евангелие, и мне прям как будто бы что-то такое интересное вообще, что-то по-другому совершенно это было. Я начал задаваться вопросами об истории, о культуре, о том времени, когда они жили и так далее. И я вот когда вы говорили, то, что это было время тогда, когда люди обращались к тем-то, к тем-то конкретно и так далее. То есть вы подмечаете эти моменты. И я вспоминаю, что я тогда тоже задавался такими же вопросами. Вот удивительно прям. Слава Богу вообще. Хорошо, спасибо. Если нет вопросов, значит пойдем дальше. Вопросы у меня один, вот только в начале сам. Почему апостол Павел называет рабом себя? Ну вот это мы же еще не начали читать. Да, да, да. У меня конспект, могу вам показать прямо представление Павла и вопроса раб сразу. У меня это есть, тут все записано. Я знаю эти вопросы, я же вам сказал, что в этом предусловии, что я знаю, как и Павел, с какими вопросами он встретится, если он приедет в Рим или какие вопросы ему будут задавать. И он задавал вопросы, как будто бы ему кто-то задает, и он сразу на них отвечал. Я уже знаю эти вопросы. Я на них, мы прямо с этого и начнем. Почему Павел раб? Для чего он избран? И тому подобное. Все, 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 все вопросы мы пройдем по каждому стиху. Не ворывая это из контекста и связывая это со всей мыслью. Мы отдельно будем разбирать сам текст, отдельно какую-то фразу, и все это будем держать в контексте. Будет очень интересно, будет совершенно по-другому. Вы будете читать это Пасание вообще новыми взглядами, как будто вообще другую Библию будете читать. Так было со мной, так будет с вами, если вы никогда так не читали. Поэтому спасибо. Я отвечу на эти вопросы буквально. Сегодня начнем делать запись для завтрашнего урока. У меня это все есть подготовлено, друзья. Спасибо. Можно идти дальше, да, Николай? Спасибо вам большое. Олег, просто iPhone. Вот как вы записаны. Олег iPhone, пожалуйста. Я вас включаю. Окей, слышно? Да, слышно. Приветствую, пастор. Это мы ваши местные. Олег Чабан. Олег Чабан, да. Да. Да, ваши местные. Спасибо за ваше служение, за просто потрясающе. И мы вас поддерживаем, мы с вами, с вашей местности. Значит, у меня быстренько пару вопросов. То есть одно, вот такой как бы комментарий вы можете прокомментировать, а второй будет как бы больше вопросов. То есть, когда мы будем проходить это, чтобы не получилось у нас, что мы вытягиваем или мы обращаем на какие-то места, которые нам больше симпатизируют. И пропускаем то, что, ну, как бы некоторые, дам вам пример. Например, вы привели пример. Бог, кого любит, того наказывает. Следующий говорит, бьет всякого сына, которого принимает. В первом вы правильно сказали. Там написано воспитывает. И там нету даже про наказание как бы такого. Следующий стих, когда говорит, бьет всякого сына, по слову бьет, там слово бичует в оригинале. Слово 3146, оно там, это все там бить бичом, побивать бичом, бичует. Короче, все про бич говорится. И вот, понимаете мой смысл, чтобы мы не вырывали тоже какое-то место одно, которое нам симпатизирует, а игнорировали второе место. Ну, это как бы комментирует, можете прокомментировать. И вопрос у меня будет. Я могу прокомментировать, потому что я исследовал этот вопрос. И смотрите, там, где автор, это послание евреям. Мы не знаем, кто этот автор, предполагаем, что это Павел. Он ссылается, цитирует Ветхий Завет. И если мы откроем оригинальную цитату, то там нету бьет всякого сына. Там написано, и благоволит, как отец к сыну. Да, я слышал это ваше объяснение, да. Тогда у меня вопрос. Откуда взялось это бьет всякого сына? Это же цитата. Он ссылается на цитату. Получается, Павла было неправильно, в то время не было правильного понимания про Бога, и поэтому он так это перевел, так же? Нет, вы должны понимать, что помимо Павла, как он понимал или нет, еще были люди, которые переписывали. У нас нету ни одного оригинала, это правда. У нас есть копии, я не говорю о переводах. Сам греческий текст, нету оригинала, вообще нету, не существует оригинального. Есть переписанное, переписанное, переписанное. Кому-то могло бы просто прийти в голову, написать, что бьет всякого сына, вместо благоволит, как отец к сыну, которое написано в книге-притче. Он ссылается на это, понимаете? И на основании вот этого единственного стиха «бьет всякого сына», которое не стыкуется с первой цитатой, у меня вопрос. Понимаете? Потому что раньше я себе не мог так позволять думать, так что, я даже русский синодальный перевод со всеми запятыми и со всеми курсивными словами, вставленными переводчиками, считал Словом Божьим. Я так думал. Если же мы будем относиться более открыто к этим вопросам и будем понимать, что мы работаем не с оригиналом, мы работаем с переводом и у нас или просто переписывали много раз. Монахи просто переписывали, переписывали, переписывали и много было вообще материала уничтожено. Если мы коснемся истории, то некоторые вообще потеряют веру в Библию, я специально не говорю это, потому что настолько люди верят в Библию, Писание, что это Бога вдохновенная книга. На самом деле много есть подтасовок, много фальши, то, что дошло до нас, и переводы. Мы сейчас прямо на первом уроке возьмем пару фраз с разных переводов, и вы увидите вообще другой смысл, совершенно другой смысл, как так просто в синодальном подтасовано. Есть много подтасованных мест. Поэтому это не вырвано из контекста то, как вы думаете, это просто как раз стоит первое, если говорится о том, что Бог воспитывает, то Он благоволит как отец к сыну. А если, смотрите, потом мы берем еще подтверждение. Мы берем, ну, например, вот мы же верим в любящего Отца, в Бога. Если об этом Боге идет речь, то мы смотрим, опять же, через Иисуса. Это же Иисус нам открыл этого Бога. Если мы смотрим через Моисея, то Он сказал, возьми, убивай каждого ближнего своего. Это как будто бы от Бога было. Когда мы смотрим на Иисуса, то мы теперь видим, что Он так не поступает. И притча о блудном сыне как раз говорит, как отец принимает всякого сына. Как Он бьет, когда принимает? Он его обнимает. Этот хочет сказать, не могу я прийти как сын, просто приими как раб. Да закрой рот, иди сюда, мой сын возлюбленный. Одевает его, обувает его, дает ему перстень. Давайте радоваться, веселиться. Как Он его бил? Он ему печень вырвал? Потому что на этом месте как раз кто-то попал в аварию. Бог кого любит, того наказывает. Бьет всякого сына. И еще там что-то сгорело, еще что-то. Дети умерли. Это Бог кого любит, того наказывает. Разве так отец встречал сына? Как Он принимает? Бьет всякого сына, которого принимает. В оригинале говорится, и благоволит. Бог благоволит, как отец к сыну своему. У вас же есть дети? Да. Как вы бьете своих детей, когда принимаете со школы? Я только когда стал отцом, то я понял, как Бог относится ко мне. То есть я понял, насколько Он меня любит. Вот контекст. Если мы просто возьмемся за букву, вот написано. А не будем рассматривать всего. Мы будем думать, вникать. А Бог так поступает или нет? Бог на самом деле бьет или нет? Если бы так, то почему Он доказал, что Он нас любит, отдал своего возлюбленного сына? Я своего возлюбленного сына не отдам за вас, поверьте. У меня нету столько любви к людям, как у Бога есть любовь. Поэтому это переходит потом в грань богохульства. Когда мы считаем, что Бог бьет, Бог забирает детей, Бог пожары наводит. Он отдал, чтобы мы получили жизнь. Он доказал, что Он нас любит. А мы начинаем Богу предписывать, вот из-за каких-то вырванных, на самом деле, каких-то цитат и фраз, предписывать Ему характер, который вообще не присущ Отцу Небесному. То есть, получается, такие места, которые вот это будет... Им, как вы говорили, надо будет искать подтверждения, несколько других подтверждений про характер Бога, получается. Если не подходит, то значит, это место неправильно освещено, так получается, или переведено неправильно. Вы слушали весь первый урок? Да, весь первый урок. Два раза. Два раза. Я говорил про контекст больше всего. Потом я говорил про два-три свидетеля. Я говорил, что переводы неточные, нужно проверять, и мы это будем делать. Поэтому не только вопрос в контексте. Да, ты в контексте читаешь везде, но ты не можешь понять, о чем идет речь. И как только мы откроем другой перевод или греческий текст, или мы еще будем исследовать вообще характер Бога через Иисуса, через Его поведение, через Евангелие, то оно не будет стыковаться. Если не стыкуется, значит, что-то здесь не так. Ну и мой самый главный вопрос, я понял, Виктор, мой самый главный теперь вопрос. Да. В принципе, то, что и задают мне, и в основном христиане будут задавать такой вопрос. Получается, для нас сейчас, я уже 30 лет в христианстве, для нас Библия, можно сказать, святее Бога самого. То есть любое слово, если это написано в Библии, ты все, ты не можешь ничего. И получается, если это настолько у нас освящено Писание, почему Бог, как говорится, что Бог ободрствует над всяким своим словом, почему Бог допустил вот такие, можно сказать, неурядицы или неправильные переводы? Как мог вообще Бог допустить, чтобы это было написано в Библии, если оно реально людей приводит к какому-то разделению? Потому что я понимаю, что все сейчас, сколько сейчас вероисповеданий на земле, все основаны на Библии. То есть Библия – проблема всем этим вероисповеданиям, которые есть. Почему Бог не предотвратил это? И почему оно, если оно написано, значит, на какой-то цели? Вот так вот объясняется. И получается, что Библия святее всего, и ты не можешь ничего никому, переводы и все, как говорит один пастор. Вы говорили про кассету, что говорит, ты врешь, и твоя кассета врет. А пастор один мне говорил, что они так вам все объяснят, что не подкопаешься. Получается, что если не подкопаешься, значит, это правда. Как вы к этому относитесь? Почему все-таки Бог позволил вот этой Библии так быть написана? В чем очень много противоречий, очень много конфликтов вот таких вот? Или как бы и все вот эти вероисповедания, все из этого пошли все. Почему как бы Бог вот это не проконтролировал? Если Бог всемогущий, и Он как бы бодрствует над Своим Словом и хочет, чтобы это Слово через Христа было донесено? Или вот сейчас, например, Христос – это Старый Завет, а теперь мы только на Павле основываемся, получается. И как бы, понимаете мою мысль? Почему это Бог все-таки не проконтролировал, чтобы это было донесено правильно, Его сущность и Его цель? Хорошо. Чтобы я сильно долго не распространялся, два момента отвечу. Во-первых, когда вы цитируете, вы подсознательно цитируете «Бог бодрствует над Своим Словом», вы имеете в виду «Бог бодрствует над Библией». Понимаете? Да, да, да. То есть, во-первых, «Бог бодрствует над Своим Словом», то есть Бог сказал, Он говорил Слово свое и сказал Бог, и это Слово исполнилось точно. То есть, Бог сказал, в Библии сказали люди, сказал дьявол, и это не значит, что Бог должен все это контролировать. Это первое. Второе. Почему Богу нужно было контролировать Библию, когда этот вопрос был, это люди допустили, а не Бог? Мы все время считаем, что Бог допустил сатану к Иову. Когда-то Иов допустил сатану к себе, к своей жизни, а не Бог. То, что происходит в нашей жизни, почему Бог допустил, чтобы была та авария, это вы допустили, а не Бог. Мы забываем о том, что вообще Он передал нам, нам дал землю, дал нам право, дал нам мозги, чтобы мы управляли. И это наша ответственность. Когда люди возьмут ответственность на себя. Поэтому что я делаю? Я понял, что в моем поколении я могу что-то изменить, как и Павел. Это же как раз я начну. Он говорит, я должен и мудрецам, и варварам, и еленам, я всем должен, я хочу нести. То есть он взял на себя ответственность нести благую весть своему поколению. Почему Бог допустил? Нет, это Павел. Понял, Павел взял ответственность. Другие не взяли ответственность. Другим было все равно. Вы думаете, Павлу было легко за то, что он проповедовал, били его, дупасили со всех сторон. Ему некомфортно жилось за то, что он взял ответственность идти против религии, против извращения. Мне тоже некомфортно, потому что я тоже взял ответственность в свое поколение что-то делать. Это не Бог допустил, это люди допустили. Это люди допустили извращать. А почему Бог не проконтролировал? Почему Бог не контролирует, куда вы едете сейчас? Бог не контролирует, что вы думаете. Он дал вам свободу. Вы можете принимать у него и действовать. Мы, это же удобно религии, говорить все в его воле. Бог всемогущий, Бог контролирует все, Бог вездесущий. Это все придумано о Боге. Бог оставил за собою, вот у него есть какие-то глобальные вопросы, которые он отвечает. А многие вопросы он вообще не отвечает. Точно так говорили Иисусу. А почему Бог это случилось с этими людьми, которые там, наверное, были самыми грешными? А если вы не изменитесь, точно так же погибнете, как они. Это от вас зависит, а не от того, что кто-то, где-то, когда-то мы всегда переносим на Бога. Итак, первое, Слово Божие – это не Библия. У нас равно. Слово Божие – это Библия. Слово Божие говорит, да здесь говорит просто кто угодно в Библии, во-первых. И во-вторых, это не Бог допускает. Бог допустил – это хорошая религиозная отмазка. Особенно у православных – Бог попустил. Он попустил. Вы такого даже определения не найдете в Библии. Бог допустил, Бог попустил, Бог допустил. Мы как раз и будем смотреть, кто предал их Бог. Сейчас мы это же как раз будем разбирать, что типа Бог это сделал. Олег, я прекрасно понимаю Ваш вопрос. Мы должны в процессе разбираться с этими текстами. Мы не можем долго обсуждать это здесь на Зуме. Хорошо. Но имейте в виду, что это основное препятствие сейчас с кем-то разговаривать. Я понимаю Ваши мысли. Я понимаю Бога. Я понимаю, как Вы понимаете. И очень трудно разговаривать с людьми, которым Библия важнее, чем вся Библия важна. То есть каждое слово свято. И получается, ты доказать ничего не можешь. Ты не можешь с ними разговаривать даже, получается. И вот в этом контексте трудно с такими людьми разговаривать. И как им объяснить, что не все слово Божье. Вот это я имел в виду. Так что благословляю Вас. Спасибо за Ваше служение. И рады быть с Вами. Спасибо. Ну, как-то придется им объяснить. Если с этой стороны не подойдет, то с какой-то другой стороны. Хорошо. У нас дальше Георгий идет. Я Вас включаю. Вы уже на связи. Говорите. Здравствуйте. Приветствую всех. Здравствуйте. Откуда Вы? Привет из Грузии, города Тбилиси. Я рад. Акаки же оттуда. Как? Акаки тоже оттуда. Да, я сейчас хочу с ним связаться, потому что... Ты думал, что ты один? Акаки тоже оттуда. Я потом связываюсь вместе как-то. Я благодарю, во-первых, Вас за все. За это мужество, за это решение. И для меня тоже многое изменилось. Много не буду сейчас. Скажу насчет, как реплику, насчет школы. Разницы в часовых поясах всем не будет удобно. Не может быть. Потому что у нас здесь около 200 человек. Так что мы постараемся подстраиваться под вас. Это лично мое мнение. Потому что некоторые работают, там другое время, здесь ночь, у вас утро. Потому что лучше построиться под вас, как удобно будет потом. Да, школа будет все равно в записи, можно посмотреть в ближайшее время. Так что вопросов к школе пока нету, а остальные вопросы потом подождут. Спасибо за все. Хочу благословить и терпение, и силы вам, чтобы все было четко, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Вот еще к вопросу Олега. Олег, я думаю, что если шаг за шагом мы пройдем до конца, ну хотя бы до 14 главы, потом уже 15-16 глава, планы Павла, приветствие, это такое. Важно просто как отметить его мышление, но сама доктрина, сам подход вообще ко всему этому, если мы пройдем эти главы, поверьте, 98-99% вопросов, которые сейчас есть, они сами собой отпадут. Просто отпадут. Мы задаем сейчас вопросы, потому что до конца мы не видим. И знаете, оно как чешуя будет спадать вот так вот. Один вопрос, второй вопрос, третий вопрос. Потому что вы увидите, как работает контекст, вы увидите, как работает вот все, что Павел писал, и мы поможем увидеть, используя, вот мы будем брать разные переводы, чтобы увидеть, вот найти, может быть, вот суть как раз, которая именно и связывается. Вот так будем работать с этим материалом. Хорошо, Георгий, спасибо вам, благословения и вам. Валентина еще у нас попросилась. Еще у нас четыре человека, пожалуйста, давайте. Уже все равно, уже почти час сорок мы общаемся. Валентина, если можете, включайтесь. Да, вас уже слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую всех. Великая Лепетиха, Херсонская область, Украина приветствует. Спасибо, спасибо. Я хотела, Виктор, поблагодарить за школу. Так ждали школу. Мы с мужем постоянно смотрим, постоянно участвуем в ваших служениях. А школу так ждали. Спасибо, что вы учите, что такое контекст, как это вы вырвать из контекста. Это для нас все новые. Ну, просто хотела поблагодарить. Да, вы в дальнейшем будете читать другие послания. Вы будете читать Евангелие. Где бы вы ни читали, вы всегда будете это видеть. Вам будет понятно. Другие люди будут читать сто раз и не понимают. А вы будете понимать. Это будет... Да, да, я... Мы рады, что вы нас учите. Большое спасибо вам и благословений вам, вашей семье. Еще, Виктор, ну, хотим как-то участвовать финансово. Не получается в нас с Украины. Я не знаю, как нам научиться. Хорошо. Мне много уже задавали вопросы. Кто-то написал, а можете сделать, как Джойс Майер, как Кеннет Копланд. У них есть в Украине. И люди просто спокойно там с карточки Приватбанка перечисляют. И для них это удобно. Ну, подумаем. У меня в первую очередь думают о том, как достигнуть Евангелия. Потом, как деньги достигнут Евангелия. Оно само собой как-то решится. Хотя, испытывая нужду, мы нуждаемся. Много расходов, много вопросов по служению. Но при всем этом, не знаю, я как-то в первую очередь работаю над этим. Остальное, ну, как-то придумаем. Что-то получится. Это потому, что, во-первых, у вас есть это желание, у вас есть это понимание. И мы хотим дать вам эту возможность. Когда мы стесняемся, лично я должен говорить, я не буду говорить как бы. Но, с другой стороны, это дать возможность, потому что я всегда так делаю. Я, когда учусь, я бываю на каких-то проповедях, я всегда даю, всегда сею. Потому что наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, это как принцип, который принесет тебе жизнь вечно. Это принесет тебе духовный успех. И я всегда это делаю. Всегда. Я понимаю, что это нужно дать возможность людям. Знаете что? То, что у меня получается научиться, очень просто. Я просто запускаю механизм, который работает. Есть люди, которые прослушали. Слава Богу, все классно, все хорошо. Но оно не начало работать в их жизни. Оно просто не работает. Они знают об этом, но оно не стало их частью. Когда мы участвуем финансово, мы вкладываем в свою жизнь. Финансы же это эквивалент нашего времени, труда, энергии, силы. Все. Это моя жизнь. Мои финансы, моя жизнь. Это мой труд, моя энергия. Я когда вкладываю себя, это значит, что мы соединяемся, это начинает работать в моей жизни. Я понимаю этот принцип. И с одной стороны, вопрос финансов такой больной среди христианского русскоязычного особенного населения. Он такой ранимый. Так сложно все. И хочется его как-то в стороне оставить. И школу бесплатно обязательно сделать. Не, а мы хотим участвовать. Да. Мы хотим участвовать. Поэтому понимаю важность. Вот с той стороны, которую я показал. Я понимаю важность этого. И будем стараться. Я попрошу, запишу себе сегодня. Попрошу людей сделать такую возможность в Украине или в России, чтобы люди могли не перечислять международные вот эти банковские переводы, потому что это достаточно сложно. Ну, да, мы Коплиндом перечисляем. И давно с ними партнером. Так можно, что вы тоже в Америке. Да. И все, что они учат, это работает в вашей жизни. Поэтому оно взаимосвязано. Слава Господу. Спасибо за советы. Спасибо за предложение. Благословений вам. Спасибо вам, Виктор. Завтра будет интересно. Но поверьте, чем дальше, тем интереснее будет. Тем будет, когда мы будем доходить до 3, 4, 5, 6, 7 главы, а это будет просто взрыв. И там и двойного Васю похороним. Все угодно. То есть вы увидите столько интересного. Потому что вы это все слышали из проповедей, из учения. А тут прямо будем потихонечку разбирать. Знаете, как слона по частям будем есть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Это мощность, такая мощь, это послание римлянам. Его надо разобрать красиво, в контексте, без лишних вот всех доктрин и всего остального. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Благословений вам. Еще три человека, друзья. И у нас как раз будет два часа. Я планировал всего лишь один час. Нас ребята приехали снимать уже видео, а я пока на зуме. Окей. Василий, пожалуйста, я вас включаю. У нас еще два человека после этого. Светлана Нитида последняя. И мы закончим сегодня общение. Я вас включил. Василий, попробуйте. У вас не получается. Да, я рекомендую вам писать фамилию и имя, чтобы было более... Потому что Василий не один. Опять, вы, возможно, понимаете, о ком идет речь. Василий, я вас включаю. Вы у себя должны включить или увидеть. Не получается. Дмитрий Давидюк. Еще раз включаю. Дмитрий Давидюк, если получится у вас. Есть. Вы включите. Да. Приветствую вас. Приветствую. Как слышно? Хорошо? Хорошо слышно, да. Я хорошо слышу. Отлично. Тоже у меня жена спрашивает, почему все с благодарностью приходят, да, сейчас открыты. Я тоже, честно говоря, первый раз в прямом эфире. И мне тоже хочется сказать большую благодарность, потому что уже целый год я смотрю. Просто реально тоже мир перевернулся. Буквально коротко расскажу. Я всегда, у меня что-то влекло. Я уличным благовестием занимался. Молитва за исцеление. Может, вы слышали последнюю информацию такого из движения. Я там молился за исцеление на улице. Но у меня внутри что-то всегда, ну, что-то было не так. Вот эти вопросы об аде и прочие вот эти все вещи, которые мы поднимаем, вот, они меня всегда мучили. Вот. И я чувствовал, что, как бы, не до конца я получил свободу. И потом я как-то наткнулся на такое тоже там учение, там, контекст заветов. Вот. Вот у меня вдруг стало все на своей полке. И потом я уже увидел ваше видео. И вообще целый мир появился. И мы с друзьями тоже, мы смотрим эти видео. И мы решили даже вот таким образом, как сейчас послание к римлянам, мы решили послание, это, Евангелие от Матфея тоже разобрать. Вот. Ну, у нас получилось страниц 300, наверное. Мы конспектировали то, что мы делали. Это просто как будто ты заново читаешь Евангелие. Вот в контексте заветов. С пониманием того, ну, вот, именно, если подходить так фундаментально и правильно, да, с точки зрения не перетягивать тексты на себя. Ну, просто. Я даже подумал, что это классно сделать прям такой, как комментарий своего рода, вот, как и сейчас было предложение на послание к римлянам. Вот. Так что реально все изменилось очень круто после этого. И вот уже не отпускает, как год. Просто чувствую себя свободным, просто радуюсь, и все. Вот. Никогда я так долго не ощущал себя свободным, как в Евангелии благодати. Вот. И скажу такой вопрос. Вот. Я вот первый раз слышал про то, что когда мы рассматриваем какое-то, например, послание к римлянам, чтобы не обращаться к другим посланиям. Для меня это нечто новое. Это вопрос. Это классический метод изучения? Вообще есть где-то еще такой способ? Потому что я как-то учился в библейской школе. Там понятно про контекст. Но вот этот момент я первый раз слышу. Перелопатили всю Библию, да? Пока объясняли одно место. Ну, типа того, да. Во-первых, я задаю логический, здравый вопрос. Павел, когда писал это письмо римлянам, у них не было других писем. Они ни разу не слышали его учения. Если бы они знали учение Павла, и они его читали из других, он бы не писал им подробно. Он начинает раскладывать, во что он верит. Он предварительно с ними знакомится. Поэтому они получают его письмо, у них ничего нет другого, никаких ссылок. Они должны понять, что он им написал. Если мы не поймем, что написано в послании римлянам, из послания римлянам, а будем толковать другими местами писание, значит, это не послание к римлянам. Это мы извратили формат первоначальной писания или вот этих посланий Павла. Мы уже знаем, что Павел писал в Коринфянам, мы уже знаем там, мы оттуда повырывали тоже частями и толкуем себе все, что Павел писал здесь. По крайней мере, это очевидно. Послание к Коринфянам нельзя так, именно послание к Коринфянам или другие послания нельзя так изучать или так читать. А это именно так нужно изучать, чтобы в точности приближенно понять, о чем идет речь. И когда мы не понимаем в самом послании, что непонятно, и мы не можем разобраться, о чем идет речь в самом послании. Мы начинаем искать в послании ответ и еще не можем найти, то мы обязательно накопаем что-то, что мешает понять сам смысл. А иначе мы пойдем легким путем, объясним, мы этим путем пошли, кто-то другим путем. И я же в процессе, вот все, о чем говорил в первые вступительные вот это слово делал, все, о чем я говорил, это каждый раз, на каждом уроке, почти в каждом стихе или в каком-то отрывке я буду об этом напоминать, использовать и показывать вам. Вот почему я об этом говорил и вот почему это важно. Мы будем это видеть. Ну, то есть получается, что все-таки это больше как, ну, да, я понял, что это логично, но действительно, я когда-то услышал, я думаю, ну да, это же правильно, и в целом-то даже можно это применять, может быть, не только и к посланию к римлянам, а даже и к другим посланиям, ведь люди имели только, может быть, Ветхий Завет и то, кто его видел там, Ветхий Завет там, среди язычников, может, слышали краем уха, и то не видели. То есть все, что у них было, это реально, например, у Коринфян, послание к Коринфянам. Хорошо, я вам приведу притчу про Десять Дев. Помните притчу про Десять Дев? Да, да, да. Да, друзья, кто-то из Германии звонит, ну, потерпите чуть-чуть. Не знаю, может, на зуме, может, нету их. Притча про Десять Дев. Вот Иисус говорит эту притчу. Его слушают люди. Вы представляете локацию, где они находятся? Они находятся в духовной семинарии, находятся в интернете эти люди. У них расположены симфонии, Библии, переводы. Вы так себе представляете, когда Иисус говорит? Конечно, нет. Они сидят просто на улице, просто люди, которые ничего не знают. они далеки от Писания. И он им рассказывает про эту притчу Десять Дев. И там говорится, что одни взяли светильники, а другие масло забыли взять. Вы слышали хоть одну? Ну, наверняка, вы слышали хоть одну из проповедей, толкований на эту притчу. Слышали? Слышали? Ну, я слышал, да, десять, возможно, всяких различных толкований. Что делает проповедник? Он начинает. Делать это очень сложно. Понимаете? Мы настолько усложнили, он делает это сложно, потому что чем сложнее, тем выглядит мудрым и духовным. Понимаете? Поэтому, чтобы это казалось проповедь очень духовной, и мы что-то очень глубоко знаем, а кто-то не знает, проповедник нашел по симфонии, начал искать светильник, слово светильник. Да, да, и все на эту схему. И нашел в притчах светильник, и там написано, что Дух Господень – светильник человека, или как-то, или Дух человека – светильник Господень, как-то там так написано, да? О, он понял, что когда речь идет о светильнике, это о нашем Духе, и он дает проповедь про Дух, потом находит про масло, находит, что масло – это символ Духа Святого, тоже какие-то косвенные места нашел, и начинает проповедовать. У одних в их Духе не было Духа Святого, и если это вообще Пятидесятник, то он будет проповедовать, они не говорили на этих схемах, и они не молились Духом Святым, не исполнялись, поэтому когда пришел жених, они, короче, оказались в аду. И вот такие проповедеи вы будете слушать сотни, 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 которые вырвали это из контекста. А если просто по контексту, не применяя никакие там другие книги, просто читаешь, и ты понимаешь, что речь идет о том, что в жизни бывают какие-то ситуации, когда ты можешь оказаться внезапно неготовым. Поэтому вам нужно быть готовым. Он привел пример о том, что нужно быть всегда готовым. Привел пример с иудейской свадьбой, которая так бывает, и там не нужно эту притчу делить, что пять разумных, это половина церкви спасется, 50% глупых, это 50% церкви погибнет, 50% человечества спасется. Я какие-то только варианты не слышал. Он вообще не об этом говорил. Он говорил о том, что одни были умными, другие были глупыми. И это случилось внезапно, и все. Вот о чем идет притча. Вот главная мысль, и люди, которые слушали вокруг Иисуса, должны были понять. Скажите, насколько проще вот так читать Евангелие и понимать смысл, который изначально был заложен. Да, вообще, я скажу, что... И всяких духовных сложных объяснений. Я когда начал вот так вот читать, я просто понял, что за каждой притчей, за каждым примером существовала одна мысль, которую Иисус хотел донести. Они миллион сто пятьсот. Одна генеральная мысль, а не просто детали притчи. Это и так уже притча. А мы на притчу еще несколько притч сделали. Понимаете? Да, и получается, как в том анекдоте, что проповедник настолько готовился, настолько умную мысль, что даже сам Бог не понял, о чем он хотел сказать. Да, есть. Я говорю, вот мы когда начали изучать вот так вот Матфея, просто новое Евангелие, просто вдруг по-другому, и вдруг все логично, все стало на место. Вот этот контекст завета. Почему Иисус говорил? Это было в Ветхом завете. Почему Иисус говорил это? Почему он так отвечал просто? Такое чувство, будто я только покаялся в этом смысле слова. Спасибо большое. Я думал, что ответил на ваш вопрос. И у нас была еще Светлана, но еще и Алексей появился. Хорошо. Ну, пожалуйста, все, больше не поднимайте руки. Да, конечно. Наше время заканчивается. Светлана, Светлана, пожалуйста, я вас включаю. Пожалуйста, включайтесь. Алло, вы меня слышите? Конечно, слышу. Сейчас хочу включить еще. Не знаю как, не умею включить видео. Опа, вообще все пропало. Алло? Ну, слышно, вас слышно. Да, да, да. Пропало все видео. Вы с телефона? Да, да, с телефона. Как там с телефона включить видео? Да я что-то натыкала. Ну, я, чтобы не задерживать эфир, не могла остаться в стороне. Я хочу поприветствовать тебя, брат Виктор, и всех участников. Эмоции переполняют. Я не знаю. У меня просто нет. Алло. Да. Алло. Внизу должен быть микрофончик, в самом низу. И рядом потом камера, перечеркнута. Вот нажмите на нее, и она должна включиться. Да, вот камера. Получилось? Да, камеру включила, но не вижу тебя, Виктор. Зато мы вас видим. Ну, хорошо, что вы меня видите. Вы опять включили. Окей. Ну, как хотите. Вот так включено, да, все видим. Смотрите, я хочу поблагодарить Виктора за то, что он есть. Я хочу поблагодарить Господа за то, что он такого человека создал. И такие, как я, освобождаются от законничества. И просто других нет слов. И нет таких красивых слов, чтобы передать свою благодарность. Я хотела сказать коротко, присоединяюсь к той сестре, которая говорила о пожертвовании, о даяниях туда, к вам, вот, с Украины. И хотела сказать, что когда закончится, она еще не начала, ну, только началась школа по римлянам, а у меня уже ломка, я уже боюсь, что она закончится, и дальше не будет школы. Надо продолжать до самых дооткровений. Это мое желание. Хочу, чтобы, ну, я думаю, не только у меня оно будет. И, ну, прошу, чтобы просмотрели вариант такой, чтобы школа продолжалась дальше. У меня есть такая мечта и видение, что ли, что пробуждение, оно будет, и оно начнется с верующих. Я думаю, у нас здесь есть, у нас есть здесь много пятидесятники, баптисты, они побивали много камнями, и меня, ты, Виктор, знаешь, это не понаслышке, мы лично с тобой разговаривали. И я, честно говоря, им благодарна за эти камни, потому что, если бы не камни, я бы никогда тебя не увидела, не нашла. И так бы, наверное, юпочки, эти косыночки, они бы меня затянули. И хочется, чтобы был такой материал, кроме римлян, туда дальше, по Коринфян, Ефесян, Галаты, все-все-все. Я верю и надеюсь на то, что будет у меня встреча, разговоры, и уже есть люди из их конфессий, которые переходят на мою сторону, вот на твою, Виктор, сторону, на нашу сторону. На сторону плавида, на сторону Господа. Мы не собираем сторонников, иначе это будет самая страшная, еще одна религия. Да, да. Вот, и я думаю, что было бы неплохо, если бы был материал и по римлянам, и дальше, дальше, по Новому Завету, до самого, до конца. Потому что я верю в встречи, я верю, что будут такие разговоры, будут. Я уже подсылала вот этот первый урок, я уже некоторым, кто у меня в Вайбере был, я уже отослала. И, ну, пока еще нету никакого ответа, никакой реакции, но я думаю, что я увижу этих людей и потихоньку будем внедрять наше Евангелие благодати среди вот таких вот людей. Мне их просто жалко. Раньше я их ненавидела за то, что они со мной так поступали, а теперь мне их просто жалко. Мне хочется им дать понять то, что поняла я. Эту свободу почувствовать и всю эту религию снять с себя и жить в благодати. Именно так, как оно должно быть. И еще я заметила, что сегодняшний эфир как-то без паразитов обошелся. Слава Господу. Все приветствуют, все такие благодарные, все классные братья и сестры. Я рада с вами познакомиться. Ну, вероятно, мы раньше не знали, как пользоваться. Вероятно, что даже если кто-то зашел, видит, что не может ни видео включить, ни микрофон не может. Ну, даже если видео включат, его удалят. И, видимо, они поняли, что тут полезно будут искать другого места. Ну, не знаю. Пока слава Богу, что так об этом. Да, слава Богу. В общем, я рада поприветствовать всех, рада была увидеть. Все вы классные, мы все на правильном пути. Спасибо тебе, Виктор. Спасибо. И привет всей этой церкви. Спасибо, Светлана. Для нас большая честь быть достойной жизнью на Украине после Васильевки. Так что спасибо тебе за это. Представлю, что Светлана одна из как бы до тех церквей, которая решила уже два года следовать служений и быть достойной жизнью. И мы недавно общались и приняли такое, ну, оно созрело, такое понимание, чтобы сделать тоже какое-то время на Zoom для пасторов уже, для служителей, которые уже в церкви, которые есть в Германии, которые есть в Казахстане, в Украине. Много-много-много уже появилась такая команда. И мы найдем время. Мы найдем обязательно время, мы об этом напишем. И если мы вас всех не знаем, например, знаю, там Саша из Германии, здесь, в Керкер, еще там смотрю, вот пастор, я вижу, что здесь Сапа, да, Ирина, Ирина и Мартин здесь, да, да, вижу тоже, вот они тоже пастора дочерней церкви на Украине. Поэтому я знаю, что много пасторов будет, и мы будем делать еще отдельные встречи для служителей, как помощь, поддержка, стратегия, как работать, как продвигать служение Евангелия благодати. И неважно, все люди, которые здесь, какие люди будут обучаться, чтобы учить других масштабно, другие люди будут обучаться, чтобы учить более-менее, например, свое окружение, своих друзей, свою семью, а некоторые, кто-то для себя получит утверждение, будет научен, его никто никогда не сможет сбить с пути, будет уверен. Поэтому, кто бы ни был на школе, вы все благословены. Если вам 150, нет таких, 120 лет даже, то еще не поздно учиться. Еще не поздно учиться. Мы вообще долгожители, мы будем долго жить, поэтому, если вы думаете, что вы опоздали, вы не опоздали еще. Как раз вовремя вы здесь. Женщины, которые там уже... Да. Хочу передать привет от моей сестры, от Юли. Обязательно, а то чуть не забыла, она будет обижаться. Спасибо большое. У нее просто нет памяти в телефоне, чтобы зум скачать, но она передавала очень большой привет и благодарность за школу, за слово, за проповеди. В общем, большой привет вам всем. Спасибо, друзья. Мы долго не общались на зуме, конечно, всем хочется пообщаться, передать какие-то эмоции, какие-то слова, но я думаю, что в дальнейшем мы отрепетируем, отработаем. Мы будем работать по школе, будем работать по материалу. Мы пропустили. Сегодня было несколько вопросов по контексту, как его находить все-таки, а вот там может ли быть первую часть, мы взяли, а вторую, вырвали из контекста. Это вот как раз есть не просто контекст, есть еще и переводы, есть еще и противоречия. Если один стих противоречит другим, надо разобраться с этим, надо найти, где-то есть противоречия. А если есть противоречия, значит, это может быть неправильный перевод, может быть снова вырванный из контекста, не должно быть противоречий нигде. и мы должны вот с этим работать более конкретно, а не просто поверхностно. Вот такие вопросы, они на самом деле очень уместны. Еще раз всем спасибо и еще раз Алексей, я не знаю, вы уже были или нет, Алексей, просто Алексей без фамилий, я вас включаю и мы заканчиваем после этого после этого заканчиваем наш Zoom, наше общение. Рад многих видеть знакомые лица Елена Мелехина. Вы мне очень похожи на Елену, которая недалеко от Бановки была. Вы не та Елена? Нет? Ну, очень похожа. Может, так показывает. Кто еще тут много? Наталья Ковалева, вообще-то Оксана Ковалева, по-моему, была, но была Наталья Ковалева, я не знаю, новые какие-то люди пришли к нам. В общем-то, некоторых не знаю, некоторых знаю, очень рад всех вас видеть, быть вместе с вами в одной команде. А, Наталья Ковалева, все-таки это Оксана, но, видимо, другой аккаунт, да? Хорошо. Обычно всегда просила слово, думаю, наверное, это не Оксана, но ничего, слава Господу. Спасибо, дорогие, очень рад, что вы были все. И Алексей, да, тут еще пару человек поднимает руку. Мы можем затянуть еще на два часа, я думаю, не стоит. Если у вас есть что сказать конкретно по школе, пожалуйста, я вас включаю, понимаю ваши переживания, ваши эмоции, очень благодарен, и это поддерживает, когда вы поддерживаете ваши слова, ободрение для нас, но при всем этом очень важно сейчас что-то по школе, и это запись, которую другие будут слушать, хочется людям тоже разобраться в этих вопросах. Алексей, пожалуйста, я вас включаю, Светлана, вас выключаю, да. Алексей, если вы сможете... Да, да, я включился. Слышно меня? Да, слышно вас. Да, доброго времени суток, у нас время-то позднее, у вас раннее. Всем доброго вечера, там доброго утра. Я, знаете, у меня нет вопросов по поводу школы, почему, потому что она только началась, и вопросы еще не созрелись. Я просто хочу слова благодарности, я вот уже второй год вас слушаю, и супруга у меня сейчас тоже приспособилась к этому. Я сам с гордо в Санкт-Петербург, так что у нас здесь растет большая команда, приезжайте к нам в гости, даже не в гости, а как себе домой уже, можно сказать, в Питер. 20 лет назад, чуть больше 20 лет назад учился в Санкт-Петербурге, мне Питер... Да, я в курсе. Известин, родной, так что очень благодарен. Вот, я что хочу сказать, только слова благодарности, слушаем, запоем, и надеюсь, верю в это, что сейчас произойдет именно то слово получу, которое я уже, я недавно с Богом, под шестой год, но четыре года из них я просто убрал, потому что я был в такой церкви. я не виню эту церковь, я наоборот, благодарю, что я прошел определенную школу и нашел именно вас. Вот, она мне дала толчок, чтобы найти вас, вот, и поэтому я благодарю их тоже, и сейчас слушаю вас запоем. И супруга тоже у меня, она подключилась, тоже она... Спасибо большое, привет вашей команде. Да, обязательно передам. Вот, и еще один такой, знаете, такая нужда есть молитвенная, если можете помолиться, прям сейчас, вот уже третий день, температура 38,9, приехал как раз вот со сборов, и сейчас вот третий день сижу дома, и вот ломит температура. Если есть такая возможность, прям вот весь мир, со всего мира придет благословение. Конечно, есть такая возможность. Отец, мы благодарим тебя за эту прекрасную возможность сейчас, провозгласить твое имя. Мы благословляем Алексея, благословляем его тело во имя Иисуса Христа. Это этот вирус или какая-то проблема, какая-то ситуация, которая есть в его теле сейчас. Что-то поднимает эту температуру во имя Иисуса Христа. Мы говорим этой проблеме, этой болезни во имя Иисуса уйти из этого тела сейчас. Оно находится незаконно, поэтому мы провозглашаем исцеление ранами Иисуса. Прямо сейчас, чтобы это пришло все в норму, мы благословляем и провозглашаем будь исцелен во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я принимаю. Слава Богу. Всего доброго. Можно ставить градусники и проверять температуру. Да, я уже чувствую, пот вышел. Сейчас уже нет температуры. Бог благословит. Благодарю. на камеру. Эльмира, вижу вас. Хотите, чтобы вас включить? Окей. Я вас включил. Алло. Да. Слышно меня? Да. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы по школе, я из Баку, из Азербайджана, из столицы солнечного Азербайджана, надеюсь, все знают. Очень приятно. Я бы хотела, да, мне тоже очень приятно, я уже почти год слушаю ваши проповеди, но вопросов очень много, поэтому сейчас задавать не буду и спорных. Сейчас только хотела сказать о ссылках в WhatsApp, чтобы, потому что сегодня, например, в WhatsApp ссылки не было, и мне с Viber другие послали на WhatsApp ссылку в группу для того, чтобы войти, вот, чтобы без опозданий войти на учебу. Это раз. И во-вторых, может быть, вы забыли, я не знаю, и во-вторых, еще насчет времени, потому что разница во времени тоже 10 часов, и я не знаю, кто-то там просил два раза в день, это, я не знаю, у кого-то будет глубокая ночь, у кого-то будет раннее утро, а хочется в прямом эфире, потому что живое общение лучше, чем записи, хоть что-то можно спросить в этот момент, записать, а в записи уже ничего не спросишь и не запишешь. Я бы вот эти моменты хотела бы, чтобы не пропустили, если можно. Спасибо большое. Ну, во-первых, лекции будут выходить в записи, для того, чтобы вы могли остановить, что-то записать, что-то проверить, что-то отметить для себя. И они, вы их можете смотреть в любое время. Они будут выходить. на ютубе записаны, вы можете сто раз еще включать и слушать. Если вы не успели, вы были на работе, мы это учитываем, что не все люди могут зайти, когда выходит сразу запись. Вы не сможете все смотреть. Вы можете в любое время смотреть. А зум мы не можем под какого-то одного подстроиться. Более-менее самое оптимальное это вечер в Украине, в России и утро у нас. У нас очень неудобно. У нас люди, вот Олег, я знаю, из нашей церкви, может быть, пару человек еще с Америки. Люди сейчас у нас, у нас 12 часов дня, люди работают все. На зуме могут там единицы зайти. Наоборот, это делаем уже более-менее так. Мы завтра делаем, кстати, ну, если кто-то есть здесь, мы завтра в среду вечером делаем вживую по школе, делаем для нашей церкви, вживую в церкви общения. Потому что на зуме люди могут подключиться, это рабочее время. Если бы вечер, то все бы подключались. Я физически не успею сделать записи, записывать, готовить все программы и еще другие вопросы решать. И утром на зуме, вечером на зуме, везде со всеми. я просто физически не успею, поверьте. Я с шести часов работаю, сейчас двенадцать, мне сейчас сразу бесперебойно должна быть съемка, ребята ждут. И после этого много вопросов и вечером в служении я просто физически не успеваю. Поэтому зум будет в такое время всегда. Мы не сможем по-другому. Это хорошо. Просто я хотела, в смысле, чтобы ватсап скидывали вовремя. Да, ватсап забыли, потому что мы сегодня начали, у нас, мы целый час пытались настроить, что-то было не так, кто-то перестраивал. Много было сложностей с этим, потому что мы должны дать правильную вот эту ссылку. И мы прямо дали, нужно заранее давать, мы дали, просто про ватсап забыли. Я прошу прощения. Да. Такого не повторится. Все будет хорошо. Да, ватсап и что-то хотела сказать еще насчет вылетела, только думала что-то сказать насчет как раз вот школы. А, и чтобы вы напоминали, что когда у нас вот предыдущее занятие, что уже быть готовым все свои дела отбросить, что вот завтра у нас вот будет занятие, все, в такое-то время, чтобы вы заранее уже объявляли, допустим, сегодня, что вот когда у нас будет следующее, чтобы это уже знать и планировать все, все дела свои. Так можно? выводил материал в 10 утра. И, значит, ватсап, то есть, зум, когда следующая встреча? У нас следующая встреча будет в четверг. У нас будет... у вас будет 10 вечера в четверг. Ага, четверг. Вот это я хотела заранее, чтобы знать. 22 часа, значит, по Москве, по нашему, по Баку. Да, но это... И мы уже первую главу начнем, да, по римлянам, я так поняла. Да, завтра, вот с утра вы начнете, вернее, вечером вы начнете первую главу римлянам. Аминь, слава богу. и тому подобное. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо, спасибо вам большое. Ну что, друзья, а, еще кто-то у нас появил, там, поднял руку. Ну, ребята, мы так не договаривались, я не знаю, Марина еще, Александр Меркель. Ребята, если по минутке, еще три минуты, я вас включаю. Первая Марина, минутка у вас, пожалуйста. Вы уже, по-моему, были, я вам даю возможность. Марина. Марина, вы включаетесь? Марина, да, нет, я вас, я вас включаю, так. Нет, Акаки еще раз, давай Акаки, включаю тебя. Нет, нет, у меня ничего нету, нет, все нормально. А, все нормально, тогда кого? Просто надо было опустить руки, значит, это, окей. Василий, 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 еще. Материал выйдет. Завтра, Василий. В прямом эфире, когда получается. Так, вас надо выключить, потому что вы, между собой. Окей. Да, Василий, я вас включил, только минутка. Я, слышно меня? Да, слышно. Хорошо. Я к концу программы только научился, как это поднять руку. А, окей. Извиняюсь, у нас сейчас где-то уже два часа дня, я из ТНС. А, рад вас. Здравствуйте. Да, ну, хорошо, очень рад. Большая разница во времени. Да, но, это ничего. Хорошо, что я в записи, и всегда можно, конечно, у нас не очень удобно, но ничего, я совсем это, мелочи. Хотел предложить еще одно по поводу школы. Это хорошо, что мы будем изучать, я тоже очень рад, давно уже слушаю, как-то попалось мне больше года. И со своими детьми, я уже в Америке давно, и дети мои по-русски говорить могут, но не все понимают. То есть, можно ли было бы еще как-нибудь эту школу перевести на английский, язык? Да, мы думаем об этом. Либо она будет переведена на английский, либо просто будет этот же материал пересказан на английском, в этом же формате. То есть, два варианта. Либо перевод, это сейчас Юра Нищенко будет заниматься этим, чтобы это, потому что мы начинаем английское служение у нас, у нас будет еще английский поток, и мы будем эту школу давать как основу на английский язык. Если есть люди, которым нужно на английский, у нас будет этот вариант. Прекрасно. У меня зять вообще, только он американец, вообще не понимает, и хорошо было бы ему донести. Донесем Евангелие благодати. Хорошо. Спасибо. Очень рад, что вы с нами. Благословения вам. Да, спасибо. Да, спасибо большое. И Алена, если я правильно, Алена Лили, не просите, я вас просто включаю. Да, здравствуйте. Меня зовут Лили, я тоже из Грузии, хотела поблагодарить вас за школу. Здравствуйте. А вас Лили зовут, а я не то прочитал. Алена маму зовут. Мы вместе с мамой и папой смотрим вас. Супер. Спасибо вам. Да, спасибо, что вы с нами. Благословения, благословения. Видите, Грузия поднимается очень круто. Мы рады за вас. Спасибо. Привет своим родителям передайте. Благословения вам, всей вашей команде. Мы любим вас. Спасибо. Мы тоже очень вас любим. Спасибо. Нас тут много очень уже. Грузия и вас. Слава Господу. Хорошо. Еще раз Олег, и это последнее будет. Олег, у вас рука поднята. Последний. Вы говорили про среду, что-то упомянули, но не время, не точности не уточнили. Что будет в среду у вас? В 7 вечера. В 7 вечера. В среду в здании церкви в центре World Alive. Будем проводить. И что там будет? У нас будет вместо вот этого зума, у нас будет живую, мы будем по пройденному материалу вопросы, ответы вживую задавать, разбираться с текстами. Это специально для тех людей, кто в нашей эре, которые в Америке не могут в зуме, потому что работают. Мы делаем это еще параллельно прямо в церкви. Супер, супер. Вот это вы не уточнили, то я хотел узнать, так что буду там. Да, добро пожаловать. 7 вечера в среду мы здесь будем работать. По всем вопросам, все, что связано с посланием римлянам, с изучением писания, мы здесь будем работать, и у нас будет много времени. Может быть, даже будем делать записи, не знаю. Да, кто-то там поднимает руку. Геннадий, вы не знаете, как поднять. Давайте я вам включу микрофон. Включите. Включите свой микрофон. Приветствую. Приветствую вас, брат Виктор. Здравствуйте. Слава Господу. Мне очень приятно с вами общаться. Дело в том, что я уже 30 лет где-то в церкви нахожусь. В той, которой и вы некогда были. Вот та, которая пятиничественского направления. Это церковь от Сахавиена. Вы слышали такую церковь? Вот. И знаете, мне, конечно, трудновато находиться там, потому что та благодать, которую я получил от Господа, я ее спасен, имею жизнь вечную и освобожден от всех грехов. Слава Господу. И что, имею все потребности для жизни и благочестия. Мне, конечно, трудно находиться в этой церкви. И дело в том, что мы находимся далеко от главной церкви. У нас небольшая община. И знаете, то, что я и нас наставляли, учили всегда, чтобы мы учениями различными и чуждыми не увлекались. Вы это знаете, как это происходит. Вот поэтому такие неудобны в церкви. Вот. И поэтому сложновато находиться там. Вот. И хотелось бы, чтобы, знаете, вот то, что вы преподаете учение о благодати, это очень и очень важно. И как бы хотелось, вот лично мне, чтобы это было донесено, знаете, вот до таких церквей подобных, в которых я нахожусь. Те, где учат и говорят, что мы должны быть святыми, творить правду, еще освящаться. Вот. И это трудно, потому что, знаете, я уже знаю, что такое благодать. Я это испытал уже много лет назад, слава Господу, и мне приходится вот так, знаете, подстраиваться как-то. Вот. Чтобы поэтому я бы хотел, чтобы вы это дело продолжали, чтобы это было донесено до всех, до всех вот таких религиозных церквей. И это будет, я верю в то, знаете, что по благодати Божией будет то излияние позднего дождя, слава Господу, и когда церковь будет способна быть восхищенной на встречу с Господом. Слава Богу. Это церковь благодати. Слава Богу. Я в это верю. Аминь. Кто-то сказал, что только молодые типа верят. Ого, слава Господу. Мне 77 лет. Фух, супер. Вот только начало. Хорошее начало у вас. Слава Господу. Нет, я давно верил в славу Господу, и давно верил в благодать спасительную, слава Господу, ибо я ей спасен, слава Господу. Но я вам уже сказал, что мне трудно, конечно, находиться в такой церкви с таким уклоном. У вас есть большая церковь, вот она правда такая, по интернету, большая, большая, большая церковь, и нас все больше и больше. В этот раз было 850 человек в понедельник в онлайне смотрели школу, это о чем-то говорит. Поэтому все дальше. Бог нам сказал, будет миллиард. Так что у вас будет большая, большая, большая церковь. Слава Господу. Я благословляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу. Да благословит вас Господь. Спасибо. Мы любим вас, любим всех, кто к нам присоединились. Слава Господу. Такие все родные, многие знакомые. Хочу пару вопросов зачитать, отвечу то, что люди написали здесь. Какой номер зума хочу включить через компьютер. Будет ссылка всегда на зуме, будет на вайбере и ватсапе. Вайбер, если вы не подписаны, то вам нужно подписаться в группу называется World Life Новости. Она есть. Можно сейчас попрошу скинуть эту группу, ссылку на World Life Новости. Если вы подписаны, там всегда будет выходить. Мы будем стараться заранее. Сегодня мы технически что-то боролись с этим. Раньше у нас были модераторы. Коля Круглов помогал нам. Он уехал в другой штат. нас застало врасплох. Ссылка будет там всегда выходить. Дальше сейчас еще пару вопросов. Здесь я прочитаю и отвечу. Сейчас секундочку, друзья. Нравится тут пишут люди, что очень нравится формат предложенный для изучения. Спасибо. Всем привет. Как зарегистрироваться в школу? У меня не получается или можно пересмотреть всем. Регистрация мы в процессе сделаем как-то всех зарегистрируем. Мы найдем как-то вариант, чтобы все зарегистрировали, чтобы мы знали сколько человек обучилось, когда обучалось, кто наша команда. Потому что человек, который прошел школу, на самом деле ему можно и доверять, и знать лично человека. Это важно для нас. Регистрация будет как-то потом. Но сейчас доступ открыт просто на YouTube. Заходите на наш YouTube-канал и это урок, он доступен. Можете 24 часа в сутки смотреть без всяких записей, без оплаты. Ничего не нужно платить. Мы хотели сделать регистрацию и отделить людей, которые не готовы учиться, но не получилось. Возможно, так лучше. Вот, да, кто-то уже написал. Первый урок супер, вступление должно было быть, слава Господу. Да, тут написали, когда понедельник, четверг уроки, неправильно, понедельник, среда уроки, а вторник и четверг зум. А, тут зум, среда, лекция, далее все. Как-то чуть-чуть напутано было. Я что-то только что вырвал из контекста. Прочитал, бегло. Я хочу еще на какие-то вопросы. Посадник евреям тоже твердая пища. Да, мы потом будем разбираться. Мы научимся делать школу, это школа первая. Мы научимся, как ее технически правильно делать, и дальше будет все легко. Да, Оксана Ковалева, Наталья Ковалева. Да, здравствуйте, спасибо, я уже разобрался. Больше уроков в неделю. Спасибо, Игорь пишет, больше уроков. Да, мы будем делать больше уроков. Два урока, потом вопросы, лучший вариант. Так и будем делать. Будут домашние задания? Да, будут домашние задания, обязательно. Предисловие хорошее. Дальше. Друзья, много-много я хочу те, которые вопросы просто вам зачитать и ответить, то, что вы писали, чтобы есть просто благодарности, а потом зачитаю благодарности. Да, все, что вы писали. Я только хочу ответить на вопросы, которые нас интересуют. Господи, вы столько написали, я буду это читать очень долго. Нужно были мне модераторы помогать мне. Тут и объяснения, и все, что угодно. В чате круто, все записали. Друзья, простите, просто я немножко задерживаю вас, понимаю, что вам нужно просто ответить на те вопросы, которые, возможно, вы написали, и важно. Молитва за исцеление, мы помолились, да, и у кого еще какая-то проблема, мы за всех, так, кто-то еще написал, я видел какие-то вопросы, кто-то написал, где находится наша школа, я попросил выставить, да, вот есть ссылочка, в конце увидите, ссылка на Viber, можете нажать эту ссылку или скопировать у себя, и вы попадете на Viber. Да, и WhatsApp нужно скинуть, да, и WhatsApp есть, и WhatsApp скинули. Есть WhatsApp, есть номер на Viber, и еще просили адрес церкви, есть адрес церкви, Borty Life, где мы находимся вживую, кто-то просил, чтобы кому-то передать, пожалуйста, вот этот адрес можете скопировать. У нас служение в воскресенье в 11 утра, в среду в 7 вечера, в пятницу в 7 вечера, но и остальные дни мы полностью здесь работаем постоянно, у нас встречи проходите, и школа, и все остальное. Хорошо, вроде бы я думаю, что ответил, остальное было просто да. Друзья, всем благословения, всех обнимаю, благодати вам, терпение, все будет хорошо, все будет интересно, будет жарко. сегодня так, мы просто друг друга подбадривали, говорили, общались, а завтра, послезавтра, то есть я думаю, что начнется дискуссия, начнется такая хорошая рабочая обстановка, где мы будем рассматривать те или иные тексты, потому что первая глава, это еще полбеды, дальше вообще будет интересно. Хорошо, на этом мы закрываем наше общение, был рад всех видеть, пообщаться с вами, все такие счастливые, прекрасные, у кого-то два часа ночи, все равно веселые, это только может сделать благодать и жажда по Божьему слову. Мы любим вас, благодать и вам всего наилучшего, ждите урока, он начнется в 10 часов по нашему времени, 8 вечера среда, 8 вечера по Киеву, 9 вечера по Москве. И по Грузии, там у вас было 10 вечера у вас будет. Всем благословений, всем пока-пока. Раньше мы оставали группу, чтобы люди общались, можно оставить. субтитры подогнал «Симон»